Раз, два, три. Заслуженного тренера ИССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина. С вами комментаторы Степан Посельский и Степан Кризановский. Всех приветствую, друзья. Приветствую республику Саха-Якутия. Начинаем турнир, международный турнир. Трансляцию всех схваток. Сегодня у нас борются все 10 весовых категорий. Будем бороться до финала. Начинаются квалификационные встречи. Первую встречу мы будем смотреть 57 килограмм. Джулустан, Федотов и Батумункуев. Это международная схватка. Россия, Белоруссия. Да, предоставлю общую информацию. Сумели собрать организаторы. Очень интересный состав участников. 13 стран всего с России, то есть 12 зарубежных стран приехали к нам в гости в Якутск. И я думаю, что это одно из самых ярких событий не только в мире вольной борьбы и вообще спортивной борьбы, но и вообще в спорте в России. Из регионов России представлены 15 регионов на наших коврах. И общее количество участников 193 участника. Ну и, конечно же, стоит упомянуть обязательно о качестве наших участников. Степан, ты прекрасно знаешь, да, что нам удалось завлечь звезд первой величины. Да, к нам приехали абсолютно все звезды, можно, мировые звезды, олимпийские чемпионы, олимпийские призеры, чемпионы мира, чемпионы Кубка мира, чемпионы Европы, многократные чемпионы России, друзья. Составы очень жаркие. Вот. Можно этот турнир смело сравнивать с чемпионатом Европы. Это по конкуренции он ничем не уступит. Это однозначно. Также, дорогие друзья, вы можете трансляцию посмотреть на телеканале «Мамонт». Также вещает YouTube-канал «ЦСП Триумф». Там трансляция идет без комментаторов. Ну, в спокойствии можете, если что, это все дело посмотреть. Там будут представлены все три ковра. У нас же телевизионная картинка. И вы сможете посмотреть нашу трансляцию и в приложении «НВК Саха», перейдя во вкладку «Мамонт». Ну и, конечно же, финальные схватки вы сможете увидеть, и полуфинальные схватки вы сможете увидеть в эфире, в прямом эфире на канале «НВК Саха». Это, конечно же, один из самых главных стартов нашего сезона борцовского. Хотя, конечно, год у нас близится к концу, но вот одно из самых ярких, я думаю, событий мы увидим. Да, яркий турнир, очень яркий турнир. Много лидеров съехались в этот регион, в Саха-Якутию. Очень большой призовой фонд на данном турнире. Да, 5,5 миллионов рублей, это, конечно, не шутки. Чемпионы получат по 300 тысяч рублей, 100 тысяч получат серебряные призеры и 50 тысяч, бронзовые, да? Тренер-победитель еще тоже получит 50 тысяч рублей. Также хотелось бы, друзья, сказать, что на турнире будет разыгрываться серебряная борцовка. Она достанется лучшему борцу данного турнира. Все, поехали. У нас первая встреча на ковре С. Международная схватка. Россия-Белоруссия. Джулстан Федотов и Джимчук Батуманкуев. Димчик Батуманкуев, мы его прекрасно знаем и знали. И как Димчик Оренчинова, он представляет республику Беларусь уже на протяжении многих лет. Сам он родом из Бурятии. Ну и, конечно, сейчас представляет одну из сильнейших тоже борцовских держав мира. Но я думаю, что с этим согласятся многие, потому что белорусы, конечно же, усиленные, да, с школой вольной борьбы, прежде всего, Дагестана, республики Саха-Якутия, как мы видим, и Бурятия, представлены сильнейшим тоже составом. Так, ну все, сейчас свисток и схватка начинается. Да, Джулстан Федотов, воспитанник Чуропчинской школы вольной борьбы, одной из сильнейших в мире. Ну и, конечно, Чуропчак, известно прежде всего, конечно, Дмитрием Петровичем Коркиным. Так что это будет, скажем так, знаменательно. Первая схватка важная. Трибуны, практический центр у нас весь заполнен. Да, несмотря на то, что сегодня рабочий день, да, пятница, многие любители вольной борьбы смогли найти время и прийти, дать знак, дань уважения, да, нашему тренеру. Ну и, конечно же, поддержать борцов. Не только наших, я уверяю вас, но и, конечно, будут болеть за всех, кто показывает красивую борьбу. За это и любят, в общем-то, якутскую публику. Многие борцы говорят о том, что у нас совсем другая атмосфера. И атмосфера, в которой хочется показывать красивую именно борьбу. Так, ну, пока оба борца заняли центр ковра, вяжутся, шлунгуют, никто ничего никому не дает сделать. В общем, пока борьба в центре. Пока синий чуть-чуть действует активнее. Жилустан Федотов показывает очень, такую, скажем так, хорошую борьбу. Тогда, когда у него нет давления, скажем так, он должен сейчас уже набираться опыта и справляться с давлением, с давлением трибун, да, вообще с ответственностью. Это тоже очень сложно, конечно, выходить первым на ковер на таком большом турнире и открывать, в общем-то, этот турнир. Да, с одной стороны, как говорят, родные стены. Помогают. Помогают родные стены, но в то же время на спортсмена большая ответственность. Во-первых, первая схватка, начало турнира, открытие турнира, да. Вот, и все равно чуть-чуть борются неоткрыто, вяжутся, ищут брешь в обороне. Ну вот именно давит ответственность и на того, и на другого борца. Опа, хорошее сейчас. Опа, да, хорошо провел, за руку зашел, два балла. Два балла зарабатывает Батаманкуев. Да, белорусский спортсмен и выходит пока вперед 2-0. До конца первого периода остается минуту. Две минуты отборолись, 2-0 уже, уверенно взял два балла. Стойка. Активных действий в партере не получилось. Да, Федотов в прошлом, нет, в этом году, но в начале года поиграл на турнире в Красноярске, да, Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. Тоже одном из больших всероссийских турниров. Показал очень зрелую тогда борьбу. Неплохо, в общем-то, выступил и на Ирыгинском. Конечно, не сказать, что он претендовал на медали, но, тем не менее, он уже, в общем, сделал шаг вперед. И я вот очень надеялся, что сможет он прогрессировать уже более, скажем так, резвыми темпами. Очень перспективный борец, большие ставки республика на него делает. Ну и, опять же, надо будет упомянуть о том, что рядом со мной тоже звезда, скажем так, первой величины тоже. Степан Крижановский, в последние годы ставший одними из самых популярных стримеров, людей, которые вещают в интернете и рассказывают людям о борьбе, показывают соревнования самого высокого класса, да, чемпионаты мира, Европы. Ну, а я думаю, что многие любители вольной борьбы, конечно же, его знают. Он приехал к нам в гости из Краснодара, хотя родом он является из Комсомольска-на-Амуре, наш сосед Хабаровчанин. Мы очень рады его приветствовать, спасибо организаторам за то, что вот, да, Степана пригласили. Ну и Степан, конечно же, тоже очень рад побывать на нашем мероприятии. Конечно, я рад побывать в борцовской столице, рад побывать на таком турнире. Тоже хочу выразить огромную благодарность Республике Саха-Якутия за такую предоставленную возможность побывать на таком турнире, покомментировать схватки, посмотреть вживую. Вот, большое спасибо. Так, ну начался у нас второй период, получается, пока Батамункуев ведется счетом 2-0. Федотову надо во втором периоде включиться в борьбу, нужно проявлять, делать активные действия. Надо все-таки искать брешь в обороне, надо раздергивать соперника. Правильно, конечно, надо искать пути к победе, главное, да, конечно, говорят, главное участие, но... Опа! Каждый спортсмен должен стремиться к победе, да. Опять сделал нырок, опять пытается погрузить, погрузить. И хочет взять два балла, да. Да, локтем коснулся. Ох, еще и делает два балла, да, делает он накат такой. Очень интересно сейчас провел прием. Пытается скрестный взять. Батамункуев. Ой, скручивает, берет на скрестный заклад. Друзья, еще катит, еще два балла. 8-0 за счет. 8-0, два балла не хватает до технического. 10-0, друзья. Белорусский спортсмен выигрывает. Ой, еще дальше прокатывает судья. Чуть-чуть не вовремя дал свисток. 12-0 у нас счет. Судья-то как раз дал свисток, просто спортсмен не услышал, так что счет остановлен на 10-0. И чистая победа Димчика Батамункуева. Нам надо будет привыкать и к новой фамилии нашего известного борца. Поздравляем сборные Белоруссии с первой победой. Первой победой. Ну, а мы перейдем и на другой ковер на ковре Б. Мы с вами посмотрим еще одну схватку с участием спортсмена из Монголии. Динпурева Цен Аюша и Игоря Упхоева из Бурятии. Ну, а далее мы останемся уже на ковре А. Там очень серьезный состав участников и очень интересные пары, самое главное. Да, сейчас мы посмотрим ковер Б. Схватку тоже международная схватка. Монголия-Россия. Кстати, здесь первая схватка еще не закончилась. Кирилл Корнеев Кемерово и Галымжан Ибадулла из Казахстана. Это второй, да, период. Ну, давайте досмотрим эту схватку тоже. Это весовая категория до 70 килограммов. Кстати, если по весам пройти, Степан, расскажи, пожалуйста, чего ты ждешь от... наших схваток. Какие веса тебе самые, скажем так, интересные? Самые захватывающие схватки, конечно, я жду. Вес 61 килограмм. Здесь у нас встретятся два лидера. Это Абазгаджи Магомедов и Ахмед Идрисов. Это принципиальная будет схватка. На чемпионате России победу одержал и чемпионом России стал Абазгаджи Магомедов. А на Спартаке Аде выиграл Ахмед Идрисов. И здесь будет такой матч-реванш. И я думаю... Принципиальнейшая встреча, да? Принципиальная встреча. Здесь соперники выложатся на полную катушку. Это 100%. До этого Абазгаджи Магомедов шел без поражений на протяжении 2,5 года. Он не проигрывал ни одной схватки. За 100 с чем-то схваток он ни одну схватку не проиграл. Поэтому сейчас это будет очень принципиально. Конечно же, по сетке их развели, чтобы финал был краще. Также 74 килограмма, как его еще называют, королевский вес. Здесь у нас олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. И много спортсменов. Также молодое дарование Республики Саха-Якутии. Это Станислав Свинобоев. Двухкратный чемпион первенства России. Первенство России, получается. И очень интересно посмотреть. Также в эту весовую категорию перешел Курбан Шираев. Их за Урбеком Сидаковым развели по сетке. Но очень интересно будет посмотреть, если до полуфинала дойдет Станислав Свинобоев и Курбан Шираев. Они будут бороться за выход в финал. Ну, конечно, загадывать заранее нельзя на таком турнире. Каждый соперник, каждый спортсмен едет сюда только за победой и только за золотой медалью. Это в любом случае много регионов. Это большой путь до Республики Саха-Якутии. Очень большой путь. И такой путь проделать надо в любом случае только за золотой медалью. Поэтому схватки все будут напряженные, атмосферные. Да, уже чувствуется, да, вот редко такое бывает, что вот с первых минут, с первой схватки вот чувствуется такой нерв в зале, да, сейчас в аудитории, что, ну, диву даешься. Такое ощущение, как будто уже финалы здесь начались. Хотя наше соревнование только вот первые схватки. А вот здесь, видите, да, представитель Кемерова отличную схватку проводит. И уже за 15 секунд до окончания ведет со счетом 7-0. Ну, а сзади мы на их фоне видим вот наших олимпийцев. Александра Николаевича Иванова, да, серебряного призера. И чемпион олимпийских игр Павла Павловича Пенигина, 4-х кратного чемпиона мира. На минуточку, да? В республике Истаха, Якутия, друзья, очень сильно, вы прекрасно все знаете, любят борьбу. Как Степан уже сказал, сегодня выходной, выходной день. Нет, не выходной. Как раз рабочий день. Рабочий, да, рабочий день. И, получается, трибуны, центральные трибуны полностью все заняты, полностью все забиты. Это прям очень приятно смотреть, вот, прям глаз радуется. Так, здесь победу одерживает наш спортсмен. Кирилл Корнеев, Кемерово, Россия. Ну, мы знаем Кемерово как тоже одну из сильнейших сибирских школ вольной борьбы, да. Там тоже большое внимание уделяют развитию нашего любимого вида спорта. Ну, и, конечно же, проводит также большой турнир. И вот мы посмотрим многих, да, спортсменов. Да, сейчас мы остаемся на ковре Б, посмотрим за складкой. Да, сейчас у нас. Дамдинпурева Цен Аюша из Монголии с Игорем Упхоевым из Бурятии. Да, международная складка нашет. Вот ради только этой прически, чтобы включить, да, на ковер Б, ну, это, конечно, шуточки. Но впереди нас ждут очень серьезные складки. Внешность обманчива. Да, в том числе на ковре Анарик Арутюнян и Джоустан Николаева мы посмотрим. Из Армении тоже сильный состав у нас собрался. Конечно, Армения в последние годы очень серьезно прогрессирует в развитии спортивной борьбы. И мы видим многих уже молодых звезд, которые сейчас восходят на небосклон, да, очень хорошо выступают, результативно выступают на различных соревнованиях. Может быть, мы станем свидетелями зарождения новой звезды. Так, но весовая категория до 70 килограмм. Не олимпийский вес. Ну, 70 килограмм – очень большая конкуренция, друзья. В этой весовой категории у нас и Евгений Жирбаев, победитель в республике Саха-Якутия, проходил недавно турнир Крылова. Он стал чемпионом данного турнира, выиграл Исраила Касумова. Да, в финале. Да, в финале выиграл, причем выиграл очень уверенно, технически, 11-1. Вот. Да, Евгений Жирбаев – любимец нашей публики, четырехкратный чемпион турнира Дмитрия Петровича Коркина. В этом году он будет стремиться пополнить свой золотой запас. Да, я смотрел его комментарии. И Виктор Рассадин, он пятикратный чемпион. И все шансы у Виктора Жирбаева догнать. Женевцы. У Евгения Жирбаева догнать Виктора Рассадина. Да, к сожалению, Виктора Рассадина мы на ковре в Якутске не увидим. Он еще не восстановился полностью от травмы, которую он получил на чемпионате России. У него была операция. В общем, мы Виктора ждем уже в ближайшее время, как он сам признался, что он уже начинает потихоньку тренироваться. Тренироваться и на ковре даже работает. Так что в скором времени мы его увидим. Но, к сожалению, не в этом. Желаем пока скорейшего выздоровления. А пока монгольский, смотрите, борец проходит в ножку. Делает подъем, поднимается, выталкивает за зону. Не получилось погрузить, взять у него два балла. Но балл есть. Балл есть, да. Честно заработанный, да. Прошел в ножку и вытолкнул. Пуфоев не дал себя погрузить, не дал забрать два балла. Так продолжается борьба. Да, кстати, немного расскажем про программу, да, сегодняшнюю. У нас до 15.30 сегодня квалификационные отборочные схватки. Перерыв до 17.00, а после 17.00 у нас остаются полуфинальные встречи и открытие соревнований. Да, сегодня у нас прям, друзья, все 10 весовых категорий и все 10 весовых категорий будут бороться до финалов. Сегодня мы узнаем финалистов турнира Коркина Дмитрия Петровича. Да, во всех 10 весовых категориях. Тем временем Уфоев выходит за спину своего соперника, переводит в партер и два балла зарабатывает. Два балла есть, отлично. 2-1, выходит вперед. До конца первого периода остается 40 секунд. Пытается сделать накат. Защищается монгольский спортсмен. Стойка. Также, друзья, трансляцию вы можете посмотреть на телеканале Мамонт и на YouTube-канале. ЦСП «Триумф». Кто присоединился к вещанию. Да, и если у вас также есть возможность скачать приложение «НВК Саха», обязательно это сделайте. Там очень удобно, очень хорошо работает и связь. То есть, без потери качества можете посмотреть наш турнир в прямом эфире. А финальные все схватки будут уже проходить на самом МНВК Саха-канале. Так, 5 секунд. И успевает, успевает он балл сделать. Вытолкнул он все-таки. Да, балл, да. Балл есть. 3-1. Да, успел, успел по времени. Чуть-чуть. Монгольский спортсмен недоволен. Разводит руками, но все было сделано вовремя. Да, мы тоже видели, что время еще не закончилось с первого периода и успел. Даже 2 балла показывают. Но мне кажется, и балла, в принципе, можно было. Как такого, такого. Пока судьи решают. Все, и сразу уходят на перерыв. Да, 3-1, все справедливо. Да. Все, объективно. Ждем второй период. Ну, а на ковре мы с вами, вот я вам сказал, следующую встречу увидим с участием армянского спортсмена и представителя сборной республики Саха-Якутия. А потом уже выйдут иранец и спортсмены из Таджикистана. Вот тоже международная встреча. Будет интересно посмотреть готовность спортсмена. Сборная Ирана тоже одна из сильнейших. Я думаю, что будут претендовать на медали тоже многие из спортсменов из этой страны, да? Да. На данном турнире 13 стран. Вместе с Россией 13 стран участвуют. 15 регионов. Вот. И 193 спортсмена, выдающихся спортсмена на Коркинском турнире. Так, второй период у нас. 3-1 пока Упхоев ведет в счете. Ну, монгольский спортсмен сейчас застаиваться не будет. Ему надо в любом случае начинать атаку, активничать, искать брешь в обороне. Вот. И еще 2 балла. Ошибается монгольский спортсмен. И Упхоев забирает еще 2 балла. И счет становится 5-1 отключать. Да, хорошую готовность показывает Упхоев, да? Да. Очень уверенно сейчас он ведет схватку, Игорь. Я вот буквально пару недель назад был в Забайкале. Побывал в Иркутске. На денек, да, по дороге, что-то скажем. Впервые я был в этих краях. Такой красоты тоже. Байкал успел посмотреть. Так что я понимаю, что там безграничный потенциал тоже развития и вольной борьбы, да? Столько регионов, где проповедуют тоже, любят вольную борьбу, да? И Иркутск, и Забайкале, и Бурятия, да? Так, а монгольский спортсмен выталкивает Упхоева за ковер, да, и дает ему балл. Становится счет 5-2. Задний центр ковра. Так, офф, проход ножки. Ой-ой-ой, 4 балла. Да, тут уже 4 балла. Со стойки в опасное положение. Со стойки в опасное положение оценивается в 4 балла. И счет становится 9-2. Цыпик Максаров секундирует своему спортсмену. Тоже именитый атлет из Бурятии. Тяжеловес, призер чемпионата России. Легенда национальной борьбы. Один из уважаемых людей из Бурятии. И еще раз ошибается, все, остановите встречу. Ну, тут тоже 4-4 балла. Ну, 2 дали даже в этом случае. Но мне кажется, там можно было 4, да? Да, прям со стойки завалился на лопатке в опасное положение. Ну, давайте дадим им тоже побороться. Всего 1 балл надо взять Упхоева, чтобы выиграть досрочно. Я думаю, что он сможет это сделать за оставшееся время, за минуту. Ну, а мы потом перейдем на ковер А. Да, уважаемые телезрители, да. Поднимает стойку борцов. Вот он. Ждем. 1 балл, 1 ошибка монгольского спортсмена. И техническая победа. И Упхоев пойдет дальше. Кстати, рассказывал мне один хороший друг, что видел, как Цобик Максаров обедает у нас в Бурятском тоже КС. Он удивился аппетиту в богатыря. Минимум 10 бус. Ну, конечно, да. Такие богатыри. Мы увидим и в больших весовых категориях тоже звезд настоящих. Степан, вот скажи, да. Из Осетии, из других регионов России, из международной, да. Рейнерис Артега. Салас. Призер Олимпийских игр у нас будет бороться в весе до 97 килограмм. Друзья, также хотелось бы сказать, что сегодня, да, отборятся все 10 весовых категорий. Везде есть квалификация и дальнейшая сетка. Финалы, полуфиналы. А вот именно 97 килограмм. Там будет круговая система. Там не хватает участников. Там получается сетка. У нас 7 человек, 7 участников в этом весе. Лидер, кстати. Да, развели Сергея Козырева и Александра Гуштына. Да, Гуштына и Козырева развели. Но Гуштын, он, если не ошибаюсь, двукратный. Нет, он в Европе золото не брал или брал? Нет, он серебряный, да. Серебряный, да. Призер и бронзовый призер Александр Гуштын. Лидер сборной Беларуси. Сергей Козырев. И Сергей Козырев, да. Участник Олимпийских игр. Да. На пьедестал ему не удалось зайти, но поучаствовал. Чемпион России. Да, предолимпийскую Россию выиграл и прошел отбор. Поехал в Токио на Олимпийские игры. Также он сейчас является чемпионом Лиги Поддубного 2. Александр Гуштын провел с нашим лидером, с нашим капитаном команды Абдул-Рашид Садулаевым провел встречу на турнире Поддубного. Вот, ну, наш танк выиграл Александр Гуштына на данном турнире Поддубного. Так. Да, у нас уже ковер А, и здесь уже мы видим, что в гораздо более высоком темпе прошли схватки. И здесь уже схватка между Али Аббасом из Ирана и Ахмедовым из Таджикистана. И ведет спортсмен из Ирана. Да, из Ирана пока ведет спортсмен. Центр ковра 8-2. Да, возглавляет сборную Ирана двукратный чемпион Азии, да? Вмешивает, да? Ахсанпур. Так, надо отыгрываться. Опять зона. Опасное положение. Иранец уверенно занял центр, борется. Ведет в счете, но сам начинает бороться, сам разгоняет борьбу. Ой, накрывается 4 балла. Да, уверенная победа. 12-2 досрочно выигрывает. Иранский спортсмен выигрывает. Такая международная встреча у нас была. Да, и следующими на ковер А выйдут Эзир Тюлюш из ТВ и Николай Иванов, республика Шахаев. Два молодых спортсмена. Давайте мы за их схваткой тоже понаблюдаем. Тем более, что из ТВ 2-й по численности команда на нашем турнире 14 борцов из ТВ, еще плюс 2 из Красноярских краев представляют. Но мы знаем, что эти соседние регионы тоже много борцов проходит обучение в Академии имени Дмитрия Георгиевича Мендиашвили. 65 килограмм. Начинается борьба. Квалификация в 65 килограмм, друзья. Здесь у нас тоже приехал лидер. Шамиль Мамедов. Ждем его встречи. Да, Шамиль Мамедов. Чемпион мира. Чемпион Ерыгинского турнира. Да, чемпион мира по юниорам. Чемпион Ерыгинского. Это первый его был такой взрослый старт. Очень большая конкуренция была на Ерыгинском. 65 килограмм. Да, боролся он, кстати, и с нашим Нюркуном Скрябином. Но, к сожалению, мы Нюркуна тоже не сможем увидеть на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». Он тоже травму получил, к сожалению, на турнире Поддубного, да, в большом турнире. И, к сожалению, принять участие не сможет. Ему пожелаем тоже быстрее выздороветь. Наш Ахсакал, наш уже легенда якутской борьбы, можно сказать, да? Так, выходит на ковер 65. Да, сейчас выходит Эзир Тюлюш и Николай Иванов сейчас на ковре А. 65 килограмм. Да, на другую категорию сейчас уже переходим. Но у нас все будет очень много меняться, да, весов, потому что все 10 весовых категорий уже в первый день будут бороться. Будем стараться показать вам и прокомментировать самые яркие встречи, желательно международные, вот, и лидеров. Это, да, молодые ребята, для них это первые большие старты, конечно, да, такие именно здесь они должны набираться опыта, брать пример, в общем-то, выходить на другой уровень, да? Да, набарываться в любом случае. Здесь все лидеры, здесь и надо бороться. Кстати, да, Степан также является кандидатом в мастера спорта в вольной борьбе. Много боролся и с детства, да, так что очень любит борьбу, знает хорошо кухню в борцовскую. Степан, ну вот, вот, молодые ребята, да? Как ты думаешь, вот, что для них турнир сейчас? Сейчас, да, это в первую очередь показать себя, вот. Также, как говорится, самое главное это участие, но спортсмены набарываются, получают опыт в любом случае. Для них это важно. А такой старт Боркина выиграть, и даже, я скажу, дойти до Биагестала, это многого стоит, вот. Тренируются они годами, чтобы выйти вот на шестиминутную схватку, вот, а тренируются по две тренировки, по две-три тренировки, да? В день. В день проводят. Это строгий режим, дисциплина, вот, и только так. Так. Иванов прошел в ножку, пытается встать. Челюш все-таки успел взять, да, балл за предупреждение, я так понял, да? А Иванов не смог взять, да, сейчас не дали, да? Да, не да. Они в партере вышли, но показывают, да. Показывают балл. Но мне показалось, что там можно, потому что, ну, нет, так. Хотя, да, вот, да. В партере вязались, но как-то встали, вытолкнулись за ковер, балл есть, в общем, за стойки. Один-один. Так, вяжутся. Очень хороший темп, свинтили борцы. Один-один счет, но выигрывает у нас Иванов. Вот. По последнему действию. Кто взял последний балл. Кстати, у нас и состав почетных гостей, да, такой. Денислан, Саргуш, Хаджимрад Гацалов, Атар Султанов, Джамал. Да, олимпийский чемпион. Всех их мы видели на коврах здесь, в Якутске. Сейчас они уже почетные гости. Обладатели олимпийских медалей. Гацалов и Джамал Тар Султанов чемпионы. Денислан, Саргуш бронзовый призер. Чемпион мира. Тюлюш выталкивает за ковер. Иванова получает балл. Друзья, вроде видите, счет небольшой. Да, выталкивают за ковер, но темп очень высокий. Если посмотреть за спортсменами, отборолись практически первый период. Но темп взвинтили очень хороший. Прям вяжутся, швунгуют. Прям активов много. Пытаются и броски сделать, срывы есть, как ушел. Так, первый период закончился. 2-1. Тюлюш выигрывает. Тувинский борец. Перерыв у нас 30 секунд. Сейчас тренерский штаб посоветует. А главный тренер сборной ТВ Мартуй Вол. Тоже совсем молодой специалист, но уже стоит у руля своей команды. Ну, смотрим повторы первого периода. Яркие моменты первого периода. Да, 3 балла набрали, в общем. Так, ну все. Начало второго периода. Сейчас Иванов в любом случае должен включиться в борьбу. Разрыв, в принципе, минимальный. 1 балл. Будем смотреть. Ну, пока центр ковра занимает тувинский спортсмен. Вот. К зоне выталкивает. Делает выталкивание. За коверы получает еще 1 балл. Счет становится 3-1. В пользу тувинского борца. 3-1 Тюлюш ведет 2,5 минуты у Иванова для того, чтобы показать все. Все, надо включаться потихонечку в борьбу по что-то время. Степан такой, ну, видно, что борец, да, что чувствует. Ой-ой, катит. Да, уже катит. И 7-1 уже очень серьезное преимущество Тюлюша, да. Потихонечку включаться уже точно надо Иванову. Уже, может быть, даже не потихонечку, да. Но, конечно, это борьба. Это очень жесткий вид спорта, кстати. Да, время тает. Вот второй период всегда надо, кто проигрывает, всегда надо со второго периода какой-то план строить. И надо включаться в борьбу. Потому что на самом деле время тает очень быстро. И потом не успеешь оглянуться, как время уже растает просто за... И все, и спортсмен победит. Поэтому надо сразу включаться. Но 7-1 уже большой отрыв. Здесь надо уже рисковать. Надо рисковать, надо искать какой-то бросок. Да, Степан, вот, кстати, ты... Что тебе дала борьба, да? Вот сейчас ты, ну, активно не борешься, скажем так, да? Но, тем не менее, спорт же тебе много, если что-то дал. Да, конечно. Он дал дисциплину и воспитал такой характер. Вот. Делать все четко, по расписанию. Вот. Ну и добиваться цели в любой деятельности. Если начал делать какое-то дело, то ты должен его доделать до конца. Да, даже если что-то не получается, не унывать, не падать духом, и обязательно идти вперед. Ну и борцовское братство, да? Куда же без него? Да, борцовское братство – это одна большая семья, конечно. Вне зависимости от национальности, от этого. Это большая, огромная семья. Спорт дает многих. Также и сына своего тоже отдал на борьбу. Хочу, чтобы с детства вот привили ему вот этот характер. Борцовский, да? 10-1 еще в отрыв уходит. Один балл всего не хватает. Все. Забирает два, и досрочная победа нашего гостя из ТВ. Тюлюз Безир выиграл досрочно, очень уверенно. Мы остаемся на этом же ковре, друзья. У нас сейчас будет очень красочная схватка, яркая. Это Виктор Жербаев. Да, родной брат Евгения Жербаева тоже. Да. Прогрессирующий молодой борец. Поборется он против Владислава Кривошапкина. Так, представителя сборной республики. Саха Якутия, одного из лидеров в этой весовой категории, в нашей сборной, да? Ну, пора ему тоже показывать себя. Это будет очень серьезная схватка. Тут, я думаю, что очень конкурентную схватку, надеюсь, покажут борцы, да? Ну, а здесь, да, Тюлюз, конечно, очень уверенно выиграл. Но понятно, что он, да, полк не оказался своего соперника. Это видно, да? Готовность, конечно, у него повыше. Получше он был готов к этому турниру и заслуженно выиграл схватку. Ждем следующих борцов. Вот он, Виктор Жербаев, республика Бурятия. Родной брат Евгения Жербаева. Любимца нашей публики. Да, и вообще, я думаю, что его в борцовском мире очень любят. Он показывает очень яркую борьбу. Ну, и Владислав Кривошапкин, республика Саха-Якутия. Да. Для него это тоже серьезный экзамен. Он тоже парень бросковый. Умеет многое на ковре. Надеемся, что сможет он показать. У республики Саха-Якутия вообще все борцы очень бросковые. Вот такой атакующий стиль. Поэтому в стойке рубиться, завязываться тоже очень опасно. Да, Степан, конечно, много испытал. И что он за это на своей школе? Да, на своей школе. Он же дальневосточник, тоже боролся и в зоне, да? Да. Защищал честь Хабаровского края. Раза 3-4 боролся на зональном первенстве. Но выиграть мне не удавалось. Вот именно школа якутской борьбы мне не давала пройти дальше. Давайте посмотрим. Очень активно сейчас. Ребята борются за позицию. Да, пока вяжутся. Пока вяжутся. Ну и сейчас, конечно, арбитр будет вынуждать работать более активно. Это вот уже практика последних лет, которые сейчас дают предупреждение. Сначала устная, потом уже дают 30 секунд на то, чтобы заработать балл. Если не сможешь, то уже балл активный твоему сопернику. Центр ковра. Никто не хочет уступать друг другу. Заняли центр ковра. Так, синему дают пассив. Вот, про что я говорил. Далее же, да, пассив? Мне кажется, сейчас уже 30 секунд. Далее. Крива Шапкина сделать активное действие. Ну, это тоже, что называется, двумя сторонами всегда эта медаль. Потому что в следующий раз обычно дают твоему сопернику. Если, конечно, не сильно он активен. Да, если не сильно. Да, если вот равная такая борьба, опять же, завязка и так далее, то уже дают следующий балл твоему сопернику. Если ты получишь балл, то у тебя уже преимущество такое тактическое. А вот все, пошел активный тайм. Да, вот оно пошел. У Крива Шапкина ровно 30 секунд сделать активное действие. Да, вот на табло, кстати, прекрасно видно. Да, на табло это все видно. Если не сделать в течение 30 секунд, балл достанется Виктору Жирбаеву, и он поведет в счете. Так, ну все. Рисковать не будут. Заканчивается уже первый период. Да, балл Виктору Жирбаеву. И 35 секунд до окончания первого периода. Кстати, медали, да, тоже презентация медалей была до начала турнира, конечно. И медаль практически, ну, я не знаю. Я таких медалей видел вообще. Медали вообще шикарные. Действительно, очень красивые медали с изображением Девитрия Петровича Коркина. И сзади вся криада олимпийцев. Очень красивые, да. Лаконичные, красивые, да. Вопрос, Степан, а вообще на международных, на таких турнирах презентуют? Это вот медали. Я первый раз видел, что презентовали именно в республике Саха-Якутия. Прям такие медали. Не так часто, конечно, но бывает, да, чтобы медали и так далее. Но у нас, конечно, организаторы постарались на славу. И, в общем, и медали сделали, да, просто очень интересно и красиво. Вот Семен Владимиров тоже один из наших лидеров. Он уже помогает Евгению Жербаеву, но секундирует, да. Ну, я говорю, ботовское братство. К сожалению, Семен с травмой сейчас, поэтому не сможет он выступить на турнире Крылова. Смог, ну, сейчас, опять же, ну, здоровье тоже сложно, конечно. Где-то лучше пропустить один турнир, восстановиться, залечить травму и подойти в лучшей форме. Да, 1-0. Минимальный счет, все еще впереди. Три минуты решающие, три минуты. Криво Шапкину надо сейчас зарабатывать тоже activity time. Надо активнее центр ковра занять, надо больше швунговать, делать активных действий, показывать какие-то движения, чтобы activity time дали. И тогда при равном счете, если в течение 30 секунд Виктор Жербаев не сделает действия, со счетом 1-1 уже поведет Криво Шапкин. Да, Евгений Жербаев здесь со счетом 10-0 выиграл даже олимпийского чемпиона. Не будем называть, но было вот такое. Так что ему надо брать пример со своего старшего брата. Ну, это, конечно, тоже уникальный тоже борец со своей, конечно, искрометной техникой. Такое тоже, просто наработать, наверное, тоже такое сложно, да? Это чисто и талант нужен, конечно. Да, конечно, в любом случае. Талант тоже нужен. Ну, как говорится, труд, упорство, дисциплина бьет талант. Ну, главное талант тоже не растерять. Его тоже надо уметь использовать. Да, использовать талант и закреплять. Да, сейчас, видимо, будет активити тайм, хотя я вот арбитра пока не вижу, конечно. Но вот он показывает. Да, балл дали Кривошапкину. Да, 1-1 счет и уже тактическое преимущество Владислава Кривошапкина. Но это, конечно, такое себе преимущество. Если борьба продолжится в том же русле, то победит Кривошапкин. Теперь уже проигрывает Виктор Жирбаев. И теперь ему надо искать действия, ему надо атаковать, ему надо отыгрываться. Поэтому сейчас он будет это делать в любом случае. Остается минута 10 до конца схватки. Ищет, ищет, прям высокую стойку такую заняли. Пытается, пытается вытолкнуть, подавляет, выталкивает. Да, и балл заработал. Жирбаев, вот, хапповать все-таки надо на свои силы, а не на то, что твой соперник не сможет взять балл. В общем, изначально рассчитывать уже чисто на себя. Да, темп хороший, но по баллам, как видим, 2 балла за... Опа, здесь ошибочку сделал Виктор, на самом деле здесь мог, конечно, воспользоваться Владислава. Да, чуть-чуть не успел, чуть-чуть не успел, но он был подловить. Наверное. Пытается издалека пройти в ноги. 30 секунд все. Ищет захват. Ну, Жирбаев не даст сейчас. Очень крепкий парень. Руки видим, да, хаппи. Кричевой поиск, насколько разве... Много, видимо, физической подготовки внимания уделяет. Опа, неплохо сейчас. 14 секунд остается. Время еще есть, в принципе. Но... Дотягивает... Да, и сейчас можно попробовать... 5 секунд тает время. Активнее поработать. Нет, все. Да, отзащищался Виктор Жирбаев. Ну, были большие шансы. Хорошо прошел в ноги, но... Подгрузил Виктор и не дал сделать. Отзащищался очень хорошо. И победу одерживает бурятский спортсмен Виктор Жирбаев. Хорошая схватка, тем не менее. Достаточно конкурентная, да. Да, мы переходим. Тактическая. Да, мы переходим далее. 74 килограмма у нас. Хорошего нашего знакомого Алексея Боровицкого из Бурятии тоже. Никтос, соперник Анатолий Никитин. Молодой борец из Бурятии. Да, квалификация, друзья, 74 килограмма. Это только первая схватка связи. По-моему, что редко такое бывает. Атмосфера... Атмосфера, да, уже такая интересная, да, напряженная атмосфера. Ну, молодой совсем парень его. Алексей Боровицкий, конечно, уже человек с большим опытом, мастер спорта международного класса, призер и победитель многих турниров. Частый гость нашего ковра якутского Алексея Боровицкий. Так, ну, начало первого периода. Сейчас будет первая... В первой секунды будет разведка. Борются, вяжутся. Ищут, ищут какую-то брешь в обороне. Но пока Центр Никитин Занимает Интересно было посмотреть Эти парни Сетки С кем развели 74 Да, 74 Так, у нас за Орбек Седаков Да, следующую Они, получается Квалификация идет Боровицкий Седаков, да? Интереснейшая схватка будет Седаков идет С одной восьмой финала начинает За Орбек Седаков Олимпийский чемпион бороться Начнет он против Николаева Республика Саха-Якутия Первая его схватка будет Не будем говорить, что разминочная Но тем не менее, олимпийский чемпион Да, Николаеву Для него это большая честь, конечно Да, большая честь, большой опыт Будет в любом случае побороться Вот Также хотелось бы сказать, что За Орбек Седаков на Лиге Поддубном За весь турнир у него У них тоже была круговая система Мало участников было Никому ни одного балла не отдал Ну и внизу нас ждет тоже Курбан Шираев Да, Курбан Шираев В другой стороне, да В турнирной сетке Это очень интересно будет посмотреть И еще и Тимур Бежо, это очень Ликитин Поровицкий, счет 1-2 Первый период Нет, 3-0 Да Первый период завершается Через 45 секунд Степан, ну ты уже третий день, да Здесь в Якутске Да, третий день Расскажи о своих впечатлениях от Якутска Ты тут впервые Ну и попал в самое начало зимы Да, впечатления просто Друзья, словами Это очень тяжело передать Я первый день Даже не мог заснуть Если честно Было столько эмоций На душе прям засыпало Столько информации Столько мест тоже посетили И прям под впечатлениями был От такого гостеприимства Республики Саха-Якутия Я был в шоке, реально У меня душа прям Виковала Радовалась То, что я могу находиться В такой борцовской атмосфере Прям Очень многого этого стоит И так вот Встретили гостеприимство На высшем уровне Ну, также болельщики Тоже огромное спасибо Успел со многими встретиться Да, со многими встретиться Прям вообще С многими познакомиться Вот Обменялись номерами телефонов И теперь будем дружить Этого тоже многого стоит Да, республика Саха-Якутия Даже за такое короткое время Пребывание здесь Я полюбил эту республику Вот Полюбил Людей Вот Болельщиков Я знал На протяжении стримов Три года стримов Знал, что здесь Очень любят борьбу На высшем уровне Я знаю, что болельщики Саха-Якутии Это самые преданные болельщики Независимо от часового пояса Мы вместе смотрели все турниры А в основном Такие турниры Как чемпионат мира Европы Какие-то международные турниры Ближе к Кавказу Там Дагестан Осетия Они проходят по московскому времени И это Другой часовой пояс В республике Саха-Якутия Это очень Неудобно смотреть Но тем не менее Очень много зрителей Очень много зрителей В основном Это Саха-Якутия Это Основные Дагестан Осетия Тыва Это основные зрители И прям За это время Я с ними тоже сдружился А сейчас вот Удостоился чести Такую Познакомиться с болельщиками И со всеми Вживую Вот Да Спасибо тебе тоже Степан Что Нашел время Да Возможности Это же не основной Твой Да Деятельности Да Опа Такой красивый бросок Показал Алексей Боровицкий Да Еще из крестный захват Берет И делает два балла Да Все технично Победа Надо остановить Уже Нет Он не довел Еще Да 9-0 сейчас Но Все Времени и техники 11-0 Ведет Вернее Выиграл Боровицкий Алексей Боровицкий Опытный уже борец Очень интересную Складку Будет дальше Посмотреть Боровицкий Заурбек Седаков Ждем эту встречу Так Ждем Следующую схватку Кусман Шагириев А нет Ковер А Да У нас Мы на А Переходим Ну Вернее Мы здесь И находимся На ковре А А где у нас Так А А вот он Ковер Да Ковер А Боровицкий Сейчас Мы увидим Представителя Красноярского края Азрета Улимбашева И Артура Коварова Да Ну Можем В принципе Посмотреть И другие Ковры Если У нас Есть Тоже Интересные Противостояния Посмотрим Да Сейчас Судьи Будут Объявлять Будем Более Внимательно Сейчас Следить Конечно Здесь Очень Сложно Три Ковра Сразу Я вот Не представляю Как На пяти Коврах Работали И на Чемпионате России И на Турнире Поддубного Я думаю Что За всем Уследить Просто Невозможно Невозможно Даже Стрим Я вел Пытался Переключать Ковры Это Очень Было Неудобно Не то Что Даже Неудобно Много Скваток Приходилось Просто Пропустить Очень Тоже Все Лидеры Были На Поддубном Да Это Как Сильнейшие Борцы Ну Приходилось Какими-то Скватками Жертвовать И просто Их Не смотреть Вот Также Друзья Хочу Сказать Что Это Первый Мой Опыт Телевизионного Эфира Но Ты Уже Успел Дать Уже Несколько Интервью Побывал В прямом Эфире В передаче Так что Да Уже Можно сказать Несколько дней Уже В эфире Да Да Чуть Привыкаю К этому Но тут Немного Конечно Другая Другая Работа Скажем Да Другая 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 Отличается Ну Всему Можно Как говорится Научиться Да Конечно Тем более Рядом Со мной Профессиональный Комментатор Ну У нас Соревнования Спортивная От Азии По регионам Опа Мы слышим Что Трибуны Просто В восторге Сейчас Я вот Не знаю На каком Ковре Это все Происходит Вот Сейчас По-моему Перешли Мы Да На ковре Здесь Очень интересно Давайте За ней Посмотрим Мы Можем Себе Позволить Такую Роскошь У нас Есть Несколько Камер Да Даже Я Скажу Много Камер Так что Мы Можем Несколько Переключаться Между Коврами Накал Страстей Друзья Прям Синафонтов Против Бачулуна Да Еще Один Бал Да Это Якутский Борез Вот Как видите Трибуны Просто Резко Мы С Степаном Разговаривали Тут резкий Плес Таких Эмоций От болельщиков Это Не сравнить Ни с чем Петр Ксенофонтов Выиграл Белкуна Бачулуна А кстати Да Вот Следующую Складку Давайте Тоже Здесь Посмотрим Очень Интересная Пара Из Кемерово Гадир Гаджаев И наш Борец Албана Вакумов Борец Очень Тоже Бросковый Так Как Называют Кладочник Да Он умеет Бросить И В общем Закончить Это всегда Бывает Интересно Посмотреть Но Посмотрим Всегда Это Непредсказуемо А Павла Мы поздравляем С этой Победой Разбудил Он Наши Трибуны Конечно Подарил Эмоции Это Самое Главное Это Такие Яркие Эмоции Зачем Мы Приходим На Такие Турниры Посмотреть Именно Вживую Да Получить Вот Эту Нотку Адреналина Когда Дух Захватывает Прям И Всех Еще Перед Вами Очень Серьезный Парень Я Не видел Его Не разу Улыбающимся Хотя Я вижу Его В основном На соревнованиях Но Вот Такое Лицо Терминатора Настоящего Но Посмотрим Да Серьезный Парень И Его Соперник Из Кемерово Гадир Гаджаев Гадир Гаджаев Весовая Категория До Семь 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 Четырех Килограмм Да Королевский Вес Вес Большой Конкуренции Вес 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 Настоящие Легенды Российской Борьбы Да 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 Не только Мировой Борьбы Тоже Много Самый Конкурентный Вес Считается Это Семьдесят Четыре Килограмма Все Красочные Веса Но Почему То Семьдесят Четыре Называют Королевским Вес Аэропорта Еще много Предстоит Сделать Я думаю Что еще Мы увидим Строительство Трех В этом году Еще будут В республике Введены Три Физикультурно-оздоровительных Центра В общем Спортзалов Если по-простому У нас В этом году Будет Введен Большой Центр В Мархе Это В сторону Аэропорта Тоже Там Над Белым Озером Сейчас Строится Каток И бассейн Ну то есть Огромный Тоже Комплекс Потому что Это будет Шикарный Подарок Для всех Жителей Райома Гаджаев Пытался Сделать Действие Ну А Вакумов Хорошо Защищается Прямо Хорошо Так Под Пяточку Сделал Проход Полторы Минуты Да Прошло Сначала Поединка Но пока Баллов Нет Арбитр Пока Тоже Да Пассивен Ну показывает Он Да Уже Показал Устные Предупреждения Да Показывает Еще раз И скоро Я думаю Что может быть И активити Тайм Очень Тоже Опытная Бригада Арбитров У нас Работает Да Сергей Ковальев Главный Судья Да Ну и Как всегда Я думаю Что все будет На хорошем уровне От судейства Конечно Тоже очень много Зависит Само Это конечно Как спортсмены Это прекрасно Понимают Любые соревнования Это Работа Судейства Очень много Зависит На самом деле Пожелаем Всем судьям Тоже Хорошей Творческой По-настоящему Красивой Качественной Работы Так В ножку Проходит Тем временем Проходит Один балл Да Заработал Но показывает Один балл Это за Активити тайм За пассив Заработал Вакумов И сейчас он Продолжает Атаковать Да Работает Албан Может он Сейчас Забрать еще Два балла Да Забирает Два балла Молодец 3-0 Ведет Вадим Семенов Начальник нашей команды И Иван Иванович Наш Именитый Дмитриев Именитый тренер Тоже Наблюдает За схваткой Албана Вакумова Тренер И Виктора Рассадина И Виктора Лебедева Да Виктора Николаевича Лебедева Да 3-0 Ведет Албан Вакумов И Ариана Тютрина Тоже Он воспитал Так что Да Медали Считать Не пересчитать Тоже Албан Да Ну вот С таким же Невозмутимым Видом Уходит Ну такой Настрой У него Зато Боевой Боевой Главное Что А зачем Улыбочки Это мы Можем себе Позволить Здесь сидеть Поулыбаться У них Жесткий вид Спорта Там уже Совсем Другие Эмоции Ну и Самый Главное Албан Показывает Очень Качественную Хорошую Борьбу Сейчас 3-0 Ведет Может Тоже Порадовать Родную Публику Красивой Схват Мы Увидим Уже Практически 3 Сектора Можно Сказать Заполнены Да Я думаю Что В финалах Это будет Просто Биток Возможно Я очень Надеюсь Что будет Биток Я Призываю Еще раз Всех Зрителей Прийти Посмотреть Тем более Что Для Детей Вход Свободный В сопровождении Конечно Взрослого По всем Правилам Посещения Массовых Мероприятий Да Но Если Кто-то По каким-то Причинам Не сможет Прийти В зал То Можете Трансляцию Посмотреть На Телеканале Мама Вот Также Трансляция Ведется На Ютуб Канале ЦСП Триумф А Все Финальные Складки Будут Показать НВХ Саха Не Устаем Повторять Что Приложение НВХ Саха Лучшее Приложение Для Вашего Телефона Опять Там Можно Наблюдать Все Три Канала Мамонт Якутия 24 И Телеканал НВХ Саха Там Можете Переключаться Во вкладке И Кстати Вот Заговорили О Тютрине И И Кстати Развели Посетки С Начин Монбушем Два Лидера Развели 57 Килограмм Таких Лидеров Развели Здесь И Хороший Тоже Есть Легионер Икромов Татархистана Да Махмуд Икромов Да Воспитание Если не ошибаюсь Тоже Дагестанской Борьной Борьбы Финалист Чемпионата Азии Прогрессирующий Молодой Спортсмен Тоже Один Из Лидеров Он Будет Бороться Кстати С Алексеем Копыловым Тоже Одним Из наших Лидеров Сборной Команды Албан Албан Абакумов Тем временем Сделает Счет 5-0 С невозмутимым Видом Пока Очень неплохо Себя Показывает На ковре Б В центральном Ковре Молодец Гаджаев Не может Ничего Пока Сделать Вот Вот Такое ощущение Что Выходит Такой На тяжелую Работу Да Заводчик Правильный Настрой Рассиональный Полторы минуты Осталось Надо что-то Предпринимать Гаджаеву Так Так же Центр Ковра Заняли Борцы Так Подустал Подустал Немножко Гаджаев Видно Что его Подгрузило Вакумов И Продолжает Атаковать Продолжает Держать Центр Ковра Вот Функционально Вакумов Прям Очень хорошо Готов Пытается Рискнуть Здесь Два Бала Взял Два Бала Взял Опасно Было Прям Но 40 секунд У него Еще есть Если Сейчас Возьмет Захват Фарты Нет Все-таки Защищался Вакумов Три Бала Ведет За 36 Секунд До Окончания Второго Периода Но Пока Все Неплохо Смотрит На Бросил Взгляд Вернее На Табло Албан Рассчитывает Тоже Дышит Конечно Силы Подпратил Да Ну Хороший Темп Звинтили И Прям Последние 30 Секунд Остаются Выкладываются На Все 100 Процентов Сейчас Будет Пытаться Провести Бросок Конечно Гаджаев Для него Это Единственный Наверное Выход В этой Ситуации Когда Ведет Его Соперник В 3 Бала Надо Бросать На 4 Еще Лучше На 5 Конечно Или На Лопатки Вложить Но Пока Вакумов Не дает повода Усомниться В своем Превосходстве Подгружает Атакует Последние Секунды Очень Правильный Подход И Правильная Победа И отношение К делу Албана Вакумова Мы уже Можем Поздравить С выходом В следующий Круг соревнований Весовой Категории До 74 Кг Албан Поздравляем Вакумова Проходит Дальше Да Хорошая Работа Действительно На Какой Ковер Сейчас Пока Сейчас На Ковре Б Находимся Давайте Посмотрим Кто У нас По Программе Следующей В этом Весе Аделет Маратбаев И Нурмагомедов Абдулхамид Кыргызстан И Московская Область Сейчас Выйдут Весе До 79 Кг Да А На Ковре А Кто У нас Там Ну В общем То Здесь Уже Сложно Сориентироваться На Ковре С Я так Понимаю Уже Большие Большой Весовой Категории Да Вышли Борцы С 10 Аронов Да Мы пока Остаемся На Ковре Б Так К сожалению Наших Лидеров Весит До 125 Кг Хотя Они Сразу В первом Круге Андрей Аронов Никита Хабаров Стретились Счет Сейчас На Табло Какой Здесь На Ковре 4 1 4 1 4 1 Идет Хабаров Проигрывает Андрей Аронов Да Так Тем Временем У нас Схватка Началась На Ковре Б На Центральном Ковре Б Марат Баев И Нурмагомедов Кыргызстан И Московская Область Да Россия Международная Схватка У нас Кыргызстан Россия Пока Счет По Нулям Мы Знаем Что Сборная Кыргызстана Тоже Одна Из Прогрессирующих Команд В Мировой Борьбе И На Чемпионате Азии У них Они В Лидерах Да Ну И Конечно Даже На Мировом Ковре У них Регулярно Случаются Медали Вот Я Кстати Вот Очень Пристальное Вот Внимание Всегда Лидерам Кыргызстан Сборной Уделяю Тоже Потому что Очень Интересную Они Борьбу Показывают Ну Я Думаю Что У многих Они Учатся В первую Очередь Да Приглашают Наверное И Специалистов Ну И Конечно У них И Традиции Свои Борцовские Тоже Сильные Да У них И Вольная Борьба И Греко-римская Классическая Сильная Развита На Поддубном Тоже Две Схватки Было Серьезное Внимание Уделяет Развитию Борьбы А там Где есть Внимание Там Появляются И результаты В конце Концов Так Два Борца Пока Вяжутся Полторы Минуты Давайте Эту весовую Категорию С вами Степан Посмотрим Имеется Ввиду Посмотрим Состав Участников Немного Разберем Что Да 79 Тоже Очень Сильный Вес Здесь У нас Ахмед Усманов Их Развели С Радиком Валиевым Кстати Радик Валиев Последний Момент Заявился Так На турнир Вот И Ахмед Усманов Победители Кубка Мира В Белграде И Также Победитель Чемпион Лиги Поддубного 2 Вот Уверенные Встречи Он все Провел Никиту Сучкова Выиграл Выиграл Получается Магомед Хабиб Кадим Магомедова Вот Один из Лидер Ну и здесь Много Также Участников Из нашей Республики Да С Кыргызстана Есть Никита Сучков Да Никита Сучков Он Получается Пойдет По сетке Ахмеда Усманова Они Встретятся В полуфинале Встретятся Скорее Всего Вот Такая У нас Турнирное У нас Такое Положение Азарет Улимбашев Говоров Да Ну Интересно Интересно Тоже 79 килограммов Будет Посмотреть Кто же В итоге Станет Чемпионом В этом весе Да Радик Валиев Лидер И Усманов Да Да Два лидера Весовой категории Чемпионом России В этом году В этой весовой категории Был Малик Шаваев Но он Перешел В новую весовую категорию 86 килограмм Олимпийский вес Да Уже в олимпийский вес И очень уверенно Себе заявляет Выиграл Даурена Круглиева Вот И в финале Поборолся С Артуром Найфоновым И за пассивы 2-0 С минимальным счетом Проиграл Олимпийскому призеру Поэтому Вчера В принципе готов Малик Шаваев Сейчас будет Их тоже развели 86 килограмм Артура Найфонова И Малика Шаваева Тоже будет интересно Посмотреть Все схватки В каждом Весе у нас Есть интрига Есть за кем Посмотреть Да Леонид Николаевич Передонов Сейчас Рядом С нами Тоже Ох как прошел В ножку Поднял Пытается Подгрузить Пытается На 2 балла Опустить Плотнее Выше колена Берет Да Очень Уверенно Ведет Эту схватку Нурмагомедов Фамилия Конечно Очень Яркая Очень известная Известная Да Во всем мире На 4 балла Красивый бросок Сделал И Завершает Стоит С счетом 11-0 Красиво Так У нас ковер Б Да Мы смотрим Ковер Б Следующую пару Мы с вами Сейчас посмотрим Кежик Монгуш И Кежик Сиден Тем временем Можем перейти На ковер А Наверное Да Посмотрим Кто у нас Там Выступает На ковре А Там тоже Очень интересные Были пары Два борца Есть все-таки Одного региона Пусть разберутся Между собой Мы уже За ними Последим Попозже На ковре А Что у нас Там происходит Были очень Интересные Пары Мы Конечно Перед Турниром Тоже Отметили В программе И я думаю Что Здесь могут Быть Яркие Схватки Пройти На ковре А Да Вот Видите Красивое Оформление Красивое Оформление Зала И сейчас Уже Тяжи Начали Схватку Хинчаков И Калашников Да 125 Килограмм Самая Максимальная Весовая Категория Вольной Борьбе 120 Килограмм 125 Килограмм Тяжи Да Два Спортсмена Из России Крым И Кемерово Одиннадцатая Пара На ковре А Далее Николай Борисов Валатов Самат Станбек Улу И Владислав Валиев 86 Килограммов Будет схватка На этом Ковре Тоже Да 125 Так Активити Тайм Висит На Калашникову Надо сделать Активное Действие Или Хинчаков Поведет В счете 3-0 20 секунд Проявить Актив Время Тает 3-2 3-2 Так Пока Хинчагов Выигрывается Счетом 2-0 Вяжутся В пользу Хинчагова Таймчагов 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 2-0 Да 4-4 4-4 И 6-0 Идет Хинчагов Да Мы можем Посмотреть И сейчас На ковре На ковре С Сейчас Славик На ней Будет выходить Один из лидеров Лидеров 86 Будет против Сергея Николаев Да Давайте Давайте Мы на ковер С Перейдем Здесь Пока Очень уверенно Ведет Представитель Крыма Хинчагов На ковре С У нас Выйдет Один из лидеров Бестовой категории До 86 Килограммов Вчера Кстати Удалось С ним Поговорить Со Славиком На ней Вот После Жеребьевки Ему Не везет Ему Всегда В жеребьевку Ставят Артура Найфонова Поэтому Он Частенько Занимает Почетное Третье место На пьедестале И вот Мне интересно Я сетки Посмотрел Говорю Ну что Славик Посмотрел Сетки Он говорит Нет Я не смотрю Сетки Даже Когда вышел Это принцип Такой Не смотреть Да Чтоб Лишний раз Не волноваться Вот эти Там Вот А настроиться Именно Уже На следующий День Посмотреть Спортсмена С кем Выходишь Именно Настроиться По сетке Конкретно Уже Да И причем Много Так Борцов Делают И Радик Валиев Я удивился Рассказали Мне Просто Я себя Помню По детству Как только Жеремьевка Прошла Я бежал Смотреть С кем Борюсь Так Первый Период У нас Славик Занимает Центр Ковра Против Него Николаев Сергей Да Сахар Иготия Конечно У него Не так Много Конечно Титулов Славика Славик Один из лидеров Этого веса На 86 килограммов Но мы Всегда должны Уметь держать И то что С одной стороны Когда ты встречаешься Ой какую берет Красиво Да Еще катит Делает накат 4 балла Делает Еще накат 8-0 10 10-0 Все Остановите встречу Нет пока 8-0 Но тем не менее Вот она И следующие 2 2 балла Все Сколько приемов Провел Славик Нане В первом периоде За одну минуту Сделал Мельницу Со стойки 4 балла Сделал 2 наката Из креста Захват Один раз Сделал 10-0 Выигрывать Поздравляем Мастер-класс Показал Славик В блестящей форме Надеемся Что Да Мы остаемся На ковре На ковре С Канебек Абдулхаиров Кыргызстан И Никита Сафронов Республика Саха-Якутия Никита Вчера Здесь В триумфе На беговой Тоже Сгонял Я видел Тоже Один из Лидеров На наших Весе До 92 Килограммов Уже Мы переходим Никита Является Призером Студенческого Чемпионата России Один из Тоже Лидеров В наших Больших весах Так что посмотрим Международная Скватка Ну и После этого Скватки Сразу Мы Увидим Абазгаджи Магомедова Чемпиона Мира Чемпиона России Ивана Санчеми Дипа Из ТВ Ну конечно Магомедов Является Одной из Ярких Звезд Нашего Турнира Последние Два Года Этот Человек Не знает Слово Поражение Ну вот Одно Поражение Было Против Идрисова Ну и Он Жаждет Реванша Жаждет Крови Так что Здесь Но финалы Будут Как ты Любишь Говорить Бомбические Бомбические Да И Хочу Сказать Пару слов Что Ахмед Идрисов Он Тоже Жаждет Этой встречи Он Не уходит От борьбы И он Даже Приехал Тоже В последний Момент Даже Никто Не знал Не знал Что Он Приедет На Турнир Коркина Даже Его И не было Заявлено Но Только Так Ты Станешь Лидером Надо Бороться Сильнейшим Я имею ввиду Сборной России Там Острейшая Конкуренция Конечно И Всегда Так Было И Всегда Так Будет Ахмед Идрисов Это Единственный Кто Больше Двух Лет Не проигрывал Абаз Гаджи Два С половиной И Единственный Кто Прервал Вот Эту Серию Побед Будет Очень Интересная Схватка Но Надо Им Дойти Еще Надо Дойти До Финала Путь Еще Предстоит Тяжелый Долгий Вот И На каждую Встречу Надо Настраиваться Никита Сафронов Уже В углу Ковра Ждет Начало Молодой Наш Борец Ну Видно Что Любимый Наверное Да В любимом Триков Вышел Старом Но Проверенным Что называется В боях Конубек Абдулхаиров Его Соперник Из Кыргызстана Так Тоже Молодой Спортсмен На соревнованиях Друзья Также был Допуск Плюс Два Килограмма Два 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 Хорошо Себя Показал Сафронов И На турнире Крылова Ну Хорошо Он Подготовился Видно Что В общем К сезону Ну К осенней части Борцовского Борцовского Сезона Тоже Ну Да И Весь Год Наверное Надо Себя Держать В форме Всегда Да Ну Посмотрим Что Эта Сапога Покажет Да Очень Интересный Такой Момент В борьбе Очень Важно Набароваться Ездить На соревнования Бороться Не пропускать Какие-то Старты Но Вот Есть Такой Мировой Лидер Тейлор Борец Из Америки 86 Это Вот Язда Ничерати И Вот Тейлор Два Лидера Вот Олимпийские Чемпионы Тейлор Официально В прошлом году Провел Только Одну Схватку С Валентией У себя В Америке Официально Вот Тоже Дарование Такое Не знаю Сколько У него Была встреч Неофициально Но Официально Именно Была С Валентией Я думаю Что Тейлор Наборол За Свою Корею Столько Что Позже В принципе Себе Позволить После Олимпийских Игр Немного Да Совсем Немного Расслабиться Но Я вот Знаю Что Американцы Именно Свои Трудоспособности Именно И славятся Да К примеру Мы помним Джордана Баура В Арууза Да В самом Рассвете Сил Как он Утюгом Проходил По своим Соперникам Такой Давал Темп Борьбы Что Никто Не мог Просто Это Выдержать И вроде Делает Одно И то В принципе Да Проходит В ножки Но Темп Всегда Навязывает Очень Но Можно Выделить Что Он Так Недолюбливает Да Российских Спортсменов Из-за То Что Только Россия Может Остановить И Останавливала Поэтому Вот Тот же Человек Который Остановил Его На Чемпионате Мира В Турции У нас Будет Почетным Гостем Денис Ламцакуш Денис Почетный Гость Уже Призер Олимпийских Игр Также Действующий Спортсмен Заурбек Седаков Будет Здесь У нас Олимпийский Чемпион Тоже Останавливал У них Раньше Такое Трио Чамиза Бароуз И Заурбек Седаков Борцы Высочайшего Уровня Да Очень Интересно Всегда Наблюдать За такими Эпохальными Уже Можно Назвать Да Противостояниями Опять же Тот же Дейк И Тейлор Да Тейлор Седаков Это конечно Уже Это классика Мировой борьбы Это Пойдет В анналы Истории Ждем Не дождемся Всей России Когда В их Трио Такое Подключится Артур Найфонов И все Таки Найдет Какой-то Ключик К ним Я думаю Тренерский Штаб Работает Под этим И обязательно Скоро Он Найдет Знаете Издани Чарати Здесь Выступал Совсем Молодым Борцом И показался Просто Феерическую Борьбу Показывал Ну то есть Он проигрывал Чуть ли не В 10 баллов Выигрывал С разницей Опять же В 12 Даже Проигрывает Вот так Он Вот такие Комбэки Додел Он выгрызал Просто Победы Показал Такой характер И такую Борьбу Что Это Осталось В памяти Многих Болельщиков До сих пор Его помнят И любят И за него Очень много Болеет Тоже у нас Япутский А борцы Тем временем Пошли на перерыв Со счетом 1-0 Выигрывает Сафронов Никита Отрыв Отрыв Минимальный Но Преимущество За Никитой А Тем временем Посмотрел я На трибуны И они вообще Заполняются Очень сильно Да Конечно Почти у нас Уже 4 сектора Ну 3 точно Полных сектора 3 вообще Прям полных Если соединить Это 100% Ну я думаю Что и по всей Республике Сейчас Степан За тобой Наблюдает И по телевизору Тоже В том числе Так что Мы я думаю Очень много Сейчас Действительно И смотрят И слушают И на радио У нас Ведут Репортажи Тоже Борьбу У нас Действительно Аксиома Уже Опа Ковер Вытолкнул Да Все таки Абдул Хаиров Есть счет 1-1 Уже Все начинается Заново Для Никиты Небольшая Да Ошибочка И вытолкнул Прям Вроде На колено Сел И все равно Умудрился Вытолкнуть За ковер Ой Котловик 4 балла Красота Молодец Никита Сафронов Молодец Пытался Да Пройти Сейчас Многим Но Вот за Ну такой Классный Прием Да Показал Подловил Его И Сумел На 4 балла Да В опасное положение Поставить Соперника 4 На контратаке Подловил И хороший прием Сделал 5-1 Челлендж Да Но я думаю Что здесь Зря Да Потому что По правилам Вольной борьбы Если челлендж Будет проигран То Один балл Сопернику Да Совершенно верно То Никита Сафронов Поведет Уже В счете 6-1 Это будет Уже Хороший Отрыв Ждем Ждем Что решат Суди Бросок был В любом случае Да Да Душа Друзья Радуется Прям Трибуны Видно Кто-то Приходит С работы Кто-то Со школы С университетов Да И трибуны Просто Они Растут Прям Заполняются Очень сильно Да Вот О чем мы говорили Да Зря Конечно Сейчас Бросили этот челлендж 6-1 6-1 Так Ну продолжается Борьба Никита Сафронов Также занимает У нас Центр Ковра Пытался Абдул Хаиров Пройти в ножку Ну Сконтрил Хорошо Не дал Ножечку Пройти Так Центр Ковра Заняли Остается Минута 30 До конца Второго Периода До конца Схватки Так Иркестан В ножку Проходит Под пяточку И Садит На 2 балла 3-6 3-6 Подгружает Опа Делает Вот это да 5-6 Нет 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 7-5 7-6 Вернее Да Но и минута 10 Минута 10 Немножко Расслабил Уже сильно Уже сильно устали Это видно Даже Кыргызский спортсмен Не пытается Забегание делать Пытаться Забрать 2 балла И тем не менее Сейчас интрига Сохраняется Никита Сейчас Если возьмет Хотя бы Один балл Он может Выиграть Эту встречу Потому что У него есть Бросок 4 балла Совершенно верно Да 30 секунд Но 25 Давай Один балл Надо вытолкнуть Что-то сделать Нет За спину Переходит От Духаира Пытается Контратаку сделать Но не получается И еще И Еще 2 балла Да Но это все Великолепный Камбэк От Духаирова Конечно Да Хорошо начал Правильно Но показал характер Конечно Да Великолепная До последней секунды Боролся Поздравляем Никогда не забуду Встречу На чемпионате Европы Европы Когда боролся Таймурас Салказанов Вот Это легионер Осетинский борец Боролся В финале С Чамиза И На последней секунде Там 5 секунд Оставалось И он Вырвал победу Вытолкнул И взял бал Что значит Бороться До последней секунды Также мы знаем Такие схватки От заубека Седакова Где он на последних Секундах Забирал Чамиза И у Джордана Бороуза На последних Секундах Забирал Болельщиков И вообще Всю Россию Заставлял Попереживать Ну Выходит Лидер 61 килограмм Абазгаджи Магомедов Вот это будет Встреча Друзья Абазгаджи Магомедов В роли Фаворита Весовой категории До 61 килограмма Выходит На первую Свою схватку Все награды Собрал Кроме Олимпийского Золота Потому что вес Не олимпийский 61 килограмм Чемпион мира Европы Россия Чемпион мира Да Чемпион Кубка мира Чемпион Европы А чемпионат России Сколько раз уже Два раза брал Да Трехкрат Или трехкрат Да Трехкрат Первую Россию Он выиграл В 61 У них встреча была С Ферзалием И после этой схватки После этой России Кстати Он никому уже не проигрывал Вот до Спартакиады До встречи С Едерисовым Да Так 30 секунд Пока разведка Тувинский борец Тоже Так-так Заходит Забирает Два балла Подгружает Ножку Пытается Сделать Растяжку Забирает Сейчас Ой Ручку забирает Очень 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 Опасно Друзья Сразу же Переходит Уже на Другой прием Вот это Мастер Вот это Красиво На два балла Еще два балла Сразу 4-0 Ведет Вот это Темп задал Тоже Темп задал Высокий И видно Как переключается Он с одного приема На другое Да Признак высокого Высочайшего мастерства Видно Один прием не идет Хоп сразу Моментально На другой Мастер спорта Мастер спорта Высочайшего Класса Он тоже Очень Много раз Выступал У нас Ну и как Мельничку Взял 4 балла Ух ты Мельница На 4 балла Это уже 8-0 И еще 2 балла Это уже мастер-класс Да Просто 10-0 10-0 Поздравляем За полторы минуты Абазгаджи Магомедов Поздравляем Секундировал его Старший брат Да Кстати родной Старший брат Да Да Видно Да Тоже Как аплодирует Прям вся Республика Абазгаджи Магомедову Да Прям аплодирует Тоже Жду Также его встречи Поздравляем Ну это Высочайший уровень Просто борьбы Да Это высоко Как он переводик Сделал Это его классический Да Прием Подгрузил И все Ну здесь Молодым борцам Здесь надо учиться Брать Да Уроки Вживую Да Надо больше с ним Продерживаться Вот это время На ковре Стараться до второго Периода дотянуть Ну это Крайне тяжело Вот здесь Как подцепил мельницу Все без шансов На таком уровне Чтоб Да За полторы минуты Да Красивейшая победа Магомедова Одного из главных звезд Нашего турнира Петр Константинов Выходит на ковер Призер первенства мира Республика Саха-Якутия Против Виталия Шадрина Также Представителя нашей Республики Тоже 61 килограмм Да Это вот Коверце У нас Да Коверце Виталий Шадрин И Петр Константинов Далее Опять же Два представителя Сборной Республики Виктор Яковлев Александр Иванов Спиридонов Георгий Окров Ну то есть Мы можем В общем-то Перейти и на Другой коверес Если там будут Представители Разных стран Да Тоже посмотреть Готовность На звезд наших Посмотреть Давайте Так Сейчас мы Да Посмотрим Пролистаем коврей Что происходит На других коврах Шамиль Гаджи Это на каком ковре У нас схватка Валерий Петр Константинов Перейти и на других коврах Валерий Петр Константинов Валерий Петр Константинов Уже отборолся Да А да Он уже отборолся К сожалению Далее Два Представитель Монголии И представитель Московской области Давайте Эту схватку 92 килограмма Посмотрим Да Да Давайте А потом уже начнутся Весовая категория 61 килограммов Там будет интересная схватка Между Забайкальцем Варакшоновым И нашим борцом Яковом Павловым Который защищает Цвета Оренбургской области Ак Ну давайте Мы посмотрим Эту схватку Сейчас Петра Константинова Наш лидер Все-таки Да И Сейчас он ведет 3-0 Достаточно уверенно Выигрывает Он является Призером Первенства мира Соответственно Победителем Первенства России Венера В последнее время Не так много Высоких результатов Мы от него видим Но у него проблемы И со здоровьем Ну то есть Травмы мучили И так далее Все время ждем От него Такой борьбы Более результативной Но вот Петр Что есть То есть У него Очень такая зрелая По-настоящему Мастерская борьба Не так много ошибок Он делает Но с другой стороны Вот Опять же Именно в результатах Пока таких Больших нет Сейчас Но Борцы друг друга знают Да В одной спорте Ну конечно Шадрин Его соперник Гораздо Ну моложе Только Что называется Начинающий Свой большой путь Борец Для него экзамен Да Выступить Это конечно Да Выступить Это международный турнир И здесь тоже борются Лучшие борцы Быть на одном ковре С Заурбейком Седаковым Это большая честь Да На одном турнире Это конечно Спасибо большое Организаторам Михаил Дмитриевич Пахомов Да Руководитель Центра спортивной Подготовки Спорных команд Республики Саха-Якутия Огромную работу Тоже провели Организатор Конечно Леонид Николаевич Передунов Министр Да Ну и конечно же Руководитель То есть Заместитель руководителя Да Федерации Спортивной борьбы Республики Саха-Якутия Виктор Николаевич Лебедев Он же Двухкратный чемпион мира Да Многократнейший Чемпион России В общем Большую работу Провели Состав конечно И вообще Организация Пока Да Турнира На высочайшем уровне Да Мы с Ну Степан Конечно Больше На стримах Все-таки Пока Да Но он Я думаю Что в ближайшем Времени Степан Будет Гостем Почетным На многих Соревнованиях Международного Уровня Вот Начал он С турнира Коркина Скажем так Первый мой опыт Такой друзья Да Так что Будем ждать От тебя Прямых эфиров Из ковров Мира Олимпийских игр Чемпионатов Европы Других Больших турниров Да Ну и конечно же В ближайшие Мы очень надеемся Что будет Как всегда Великолепный Турнир Ивана Ярыгина Красноярске Тоже не так далеко Уже Скажем Да Ну и конечно Там всегда тоже Великолепная Атмосфера Большой Действительно Большой Турнир Еще один Еще один Накат Еще Далее Сделаем Правильно Другой Другой ковер Ракшонов Эрдем Из Забайкаля А Яков Павлов Представляет Команду Оренбургской Области Он воспитанный Также Тампонской Школы Вольной Борьбы Откуда Вышел И Виктор Лебедев Борцовский Тоже Весовая категория До 61 Килограмма Получается Здесь Без Квалификационных Складок Сразу С одной Восьмой С одной С одной Да Одно С одной С одной Да 32 Участника 32 Ровно 32 Участника Яков Павлов Буквально Неделю Назад Успешно Выступил На турнире Крылова Да Который Прошел Здесь же Вышел Он В финал Так что Может он Показать Здесь Себя Тоже Яр 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 Бой Так Счет У нас Пока По нулям Центр Ковра Заняли Два Борца Пока Вяжутся Есть Соперники Из-за Байкаля Баракшонов РФ Буряты Получается Выступают За три Региона Бурятия Иркутская Область И Собайкалья Да Чита Баракшонов Так Активити Тайм Баракшонову Надо сделать Активное Действие В центре Ковра Работает Яков Павлов Павлов Уже Повел В счете 1-0 В течении 30 секунд Не смеюл Сделать Активное Действие Баракшонов Минута остается Две минуты Отборолись Хорошо Защищается Вроде Вес Легкий Борьба Должна быть Такая Красочная Очень Ну Видите Как хорошо Уже знают Друг друга Хорошо Защищаются Вот как Хорошо Ножку Подцепил Заходит На два Бала Да Подружает Павлов И забирает Два Бала Счет Становится 3-0 Берет Хороший Захват Так Счет Стойка Не удалось Сделать Накат Хотя Плотный Захват Брал Продолжается Борьба Здесь Баракшонов Сразу Проходит В одну Ногу Защищается Павлов Держит Тоже Защищается Прямо За носом Тянет Пытается Пытается Пока Держится Да 4 секунды Надо Отстоять Молодец В каждой схватке Да В каждой схватке В любом случае Расслабляться Нельзя Повторы показывают Лучшие моменты Первого периода Успели мы Соскучиться По борьбе Казаться Да И вот По себе Наверное Чувствуешь Да Степан Да Конечно Прямо Есть такое И чувствую Как вот Два года У вас Не проходил Турнир Коркина Дмитрия Петровича Из-за пандемии Вот Видно Как болельщики Соскучились Да По этому турниру Рабочий день Ну Трибуны Прям Практически Вот центральный сектор Ей занят Да Я думаю Что На полуфиналах Их станет Еще больше А завтра Я очень надеюсь На то Что они будут Вообще Полные Кто присоединился Друзья Сегодня у нас Борются Все 10 весовых Категорий Будем бороться До финала Прямо До финиша Но будет Между полуфиналами Перерыв У нас Вот А так Сегодня у нас Сегодня вечером Уже Мы будем знать Все финальные Все 10 финальных Складок Всех весовых категорий Да Полуфиналы будут Я думаю Не менее интересными Чем Финалы у нас Да Развели лидеров Но и Посмотрим всех лидеров В красоте Я думаю Да Полуфинала Всю красоту борьбы Я думаю Мы увидим Как раз Полуфинал Финалы Они бывают Уже достаточно Такими равными Да Ой какое действие Делать Ножку Такую растяжку Делать Очень Сейчас 5-2 Счет мы видим Да Такая завязка И Это чистое Может быть Даже Да Да Вот Вопрос Действия Делает Павлов Но это тоже Его прихватил Да Тоже прихватил Да Убежал Да Не предсказуем 4-5 По-моему Да Счет Или 3 5-5 Спартер 5-2 Да Минута 10 секунд Остается Вот Что значит Бороться до конца И очень опасно Да Посмотрел Сейчас этот момент Друзья И сразу Вспомнил Международный турнир Яшар Дагу Который Проходит в Турции Где Нале Боролись Два наших Российских Спартер Спортсмена Это Загир Шахиев И Шамиль Мамедов И Шамиль Мамедов Тоже ему удалось Такую Такой захват Сделать Вот Даже это приемом То не зовешь Вот просто Как-то получилось В такую промокашку Выиграть Вот Я и сам спрашивал Мамедова Спрашивал Как Как получилось Он говорит Ну вот Случайно Вот так Такой прием Получился Да Плечо Смотрит Челлендж Ну Арбитры Решат Да В любом Да Напряженный Момент Такой В принципе Отрыв По баллам Небольшой И Сейчас От челленджа Тоже Многое Зависит Второй Период 40 секунд Осталось Ворота Так А на бэковре У нас Бэковер У нас Иранец Выиграл Нашего Дагестанского Легионера Османа Нурмагомедова Да Ничего себе Хорошая схватка 92 килограмма Да 92 Я если честно Думал Ну Один из лидеров Османа Нурмагомедов В принципе На всех международных Турнирах Участвует Да Легионер Вот Выступающий За Азербайджан Но сейчас Иранец Мохаммад Выигрывает Да Мобинали Османа Мохаммад 92 килограмма Но мы не сомневались В том Что конечно Борцы из Ирана Будут представлять С собой Большую силу Да Грустную силу Но Уже первые пошли Сюрпризы У нас тоже Да Если взять Даже статистику Стран Россия Америка Иран Занимают Топ 3 Самых сильных Держав Челлендж Проигранный 6-2 Продолжается Схватка 35 секунд До ее окончания Вернее И Конечно Эрдем Баракшонова Тоже Респект Что называется Да До последнего Тоже борется Со всем Тоже Видно Что молодой Парень Перспективный Тоже Борец Входит Захват Надо Прям Последние Секунды Тают Надо Что-то Предпринимать Ну Нужно Искать Бросок Яков Тоже Конечно Молодец Первую Схватку Очень Тоже Неплохо Себя Показал И выигрывает Со счетом 6-2 6-2 Поздравляем Павлова Выигрывает Встречу Так Следующая У нас Схватка На этом Ковре Следующая Да Наши борцы Выйдут 2 А далее Владимир Егоров Чемпион Европы Выйдет После Одной Схватки Против Борца Из Якутии Егора Скрябина Я думаю Можно Остаться На этом Ковре Посмотреть Чтобы не Пропустить Такую Встречу Все-таки Владимир Егоров Это Легионер Чемпион Европы Действующий Чемпион Европы Развели Весовой Категории С начин А нет Это Получается Весовая Категория 61 Это Тютрин 57 И Егоров У нас Ну Понятно С кем Магомедов Чемпионом Мира Так что Вот Такие У нас Дела Чемпион Европы И мира Действующие Но Действующие Не в том Смысле Что мы Ну Мы не принимали Участие На Последнем Чемпионат Кемира Но Мы его В расчет Не берем Сейчас Посмотрел По сетке Друзья И Егоров У нас На самом Деле Он В сетке Абазгаджи Магомедова Полуфинал Может быть Да Да У них Может быть Полуфинал Одна Вторая Вечером Мы еще Посмотрим Мы знаем Что Развели Абазгаджи Магомедов С Ахмедом Индрисов Да Победителем Спартакеады Сильнейших Спортсменов России Так что Все В общем-то Тоже Справедливо Здесь В нижней Сетке Тоже У Игрисова Тоже Есть Интересные Тоже Ребята Которые Будут Бороться Ну и Наш Андрей Бекренев Из Беларуси Будет Бороться Геваргян Армения Да Бекренева Выделим Сразу Тоже Георгий Окроков Тоже Здесь Будет Австралию Представлять Тоже Наш Проспект Скажем Так Да Ну посмотрим Интересный И вес Очень много Участников 32 Спортсмена Есть Борцы Высочайшего Класса Есть Молодые Ребята Которым Надо Себя Показывать Уже Так На ковре У нас Потапов Терентьев Да Одна минута Борьбы Уже Прошла Ну пока Счет 0-0 И нет У Активити Тайм Оба Что-то Предпринимают Вот берет Два балла У нас Терентьев Уверенно И ручку Отключает Отключает Ручку Делает Опасное Положение Два балла 4-0 Да Да Но Терентьев Конечно Поопытнее Будет он В составе Сборной Уже Но Последний Год Точно Два И Хорошо Себя Показывает И на чемпионате Республики Брал Медаль Бронзу Или Да По-моему В общем На Местных Коврах Он Себя Хорошо Показывает И Да Может Брать Показывает Себя Уже На Международном Уровне Еще Два Балла 6-0 8-0 В принципе Мы можем Поблагодарить Терентьева За то Что он Приблизил Нас К Более Интересному Скажем Так Противостоянию Для нас Терентьев Хорошую Показал Готовность Видим С хорошим Настроением Выходит Из ковра Тоже Пожелаем Удачи В дальнейшем И Ждем Следующую Схватку На этом Ковре Так Владимир Егоров Да Против Егора Скорябина Ну Заценим Что называется Готовность Нашего Чемпиона Европы Конечно На чемпионате Европы Владимир Показал Блестящую Борьбу На самом Деле На самом Деле Все Специалисты Говорили Что Не был Он Фаворитом На этом Чемпионате Европы Были Очень Именитые Тоже Борцы Да и Владимир Был После Травмы Но Показал Характер Показал Блестящую Борьбу Артур Константинович Константинов Секундирует Чемпион Европы Его Тренером Выступает Здесь На этом Турнире Давай Володя Ну Очень Позитивный Человек Владимир Егоров Любимец Тоже И Болельщиков Игорь Скрябин Его Соперник Да Ну Он Поступает В Сурдлимпийцах Игорь Скрябин В Сборной России Уже Не один Не десяток Конечно Но много Лет Уже Находится В Сурдлимпийской Сборной России Является Медалистом Чемпионатов В России Опытный Борец Конечно Но Понятно Что По классу Чуть-чуть Уступает Конечно Чемпион Европы Все-таки Это Чемпион Европы И Сразу Два Бала Егор Молодец Конечно Для него Это В первую Очередь Опыт Соревновательный Он В форме Главное Он Ждет Своих Стартов Тоже Сурдлимпийских Соревнований У нас Как вы знаете Есть Чемпионы Сурдлимпийских Игр Да И Конечно Хорошей Традиции В борьбе Два Ноль Ведет Владимир Егоров Пока Он Не Взвинчивает Темп Работает Спокойно Спокойно Работает Спокойно Два Бала Забрал И Навязывает Свою Борьбу Да Проходит Ноги Сейчас Четыре Бала Красивый Бросок Припечатал Что он Называется Четыре Ноль 6-0 Скрябину Надо попытаться Побороться Получить опыт Какое-то Действие Сделать Вот он Под пяточку Прошел Вроде Забрал Ну На обратный Может Да Ножку Ножку Отключает Молодец Вот встает Молодец Взял Ножку И начинает Вставать Локоток Еще Подхватил 8-0 Да Володя Еще Два Бала 10-0 10-0 Выигрывает Егоров Володя Продышался Прочувствовал Ковер Публика Тоже Так Сдержанно Аплодирует Борца Приветствует Своего Любимса Ждет от него Хорошей борьбы В дальнейшем Да Далее Тоже интересная Сладка Между Представителем Бурятия Алдаром Мункуевым И Достаном Курматовым Из Кыргызстана А потом Представитель Сборной Армении Вреш Геваргян И Федор Костников Республика Саха Якутия Тоже Достаточно Интересный Нарвар А потом Альян Тютрин Выйдет С Любомиром Ошейном А потом Выйдет Стоял Бельюбский Против Айслана Мангуша Из ТВ В общем Достаточно Интересный У нас Вырисовывается Картинка Остаемся В общем На ковре Четыре схватки Все яркие Не будем Конечно Сейчас Загадывать Слишком Серьезно Потому что У нас На всех коврах Опять же Происходит Очень интересная Борьба Все Кто может Лучше Вам подойти Действительно Посмотреть Вживую Все это Потому что Можно пропустить Действительно Интересные Складки Мы с вами Мы со Степаном Тоже действительно Много пропускаем Потому что Мы все-таки Комментируем То что видим А видим мы То что видят Видите вы Уважаемые Телезрители Видим один Какими-то Складками Нам приходится Жертвовать Ну Максимально Интересные Мы выделили И Транслируем Комментируем Вот Алдар Мункуев Республика Бурятия И Достан Урматов Кыргызстан Видно Что Молодые Борцы Посмотрим Международная Встреча А кто друзья Не сможет Прийти ЦСП Триумф Можете По местному Телевидению Канал Мамонт Посмотреть Трансляцию И на Ютуб канале ЦСП Триумф На Ютуб канале Есть трансляция Наша трансляция Идет Также Вконтакте На НВК Саха В сообществе НВК Саха Там Прямой эфир Тоже Весь наш Телевизионная Вся наша Картинка Идет Перед Прямиком На Вконтакте Там Очень Тоже Качественная Трансляция Посмотреть Насладиться Борьбой Так Пока По нулям На счет Практически Минуту Отборолись Центр Ковра Два борца Заняли И Никто Не Хотит Уступать Капа По нулям Видим Очень Много Тоже Прославленных Ветеранов У нас Смотрят За схватками На трибунах Увеленные Сединами Наши Старшие Братья Борцы Так Тем Временем Мункуев Проходит В ножку Подгружает Защищается Тянет На обратно И делает Два балла Красиво Урматов Еще Два балла Делает Мункуев 4-0 4-0 Да 4-0 Ведет Очень Хорошую Борьбу Показывает Мункуев Обратно Сейчас Тянет Сейчас Опа Поднял Как Ничего Себя Да Да Вот Этот Прием Я вот Честно Сейчас Подзабыл Тоже Очень Интересный Конечно Технический Прием Пытался Да Провести Мункуев Да 4-0 Ведет Пока Уверенно Со стойки Вырвал Так Красивый Он Интересно Уверенно Одну минуту Отборолись По нулям И потом Резко Так Четыре Бала Набрал Мункуев Для тех Кто Тоже Только Подключился Напомним Что У нас Утренняя Программа Вернее Даже Дневная Продлится До 15 30 Часов Минут 15 Часов 30 Минут Затем Полтора Часа Перерыв До 17 00 А там Уже И Открытие Соревнований И Конечно Полуфинальные Схватки Что Самое Интересное А у Нас Еще Очень Много Остается У нас Первый Круг Во всех Весах Еще Не Завершился Да Так Что Думаю Схваток Быет Действительно Очень Много Сегодня Квалификация У нас Прошла Практически Вся Квалификация В каких То Весах Идет Одна Шестнадцатая В каких То Весах Одна Восьмая Да Там Где Чуть Поменьше Участников Видим Что Где Квалификация Одна Шестнадцатая Одна Восьмая Где То По Круговой Системе Проходит Весовая Категория Ахмед Идрисов Выходит Давайте Лидера Посмотрим Ну вот Ну вот Видите Я Говорил Что Нельзя Загадывать А где Он Так На Ковре На Ковре С Если Есть Возможность Попросим Нашего Реджиссера Радамира Томского Перевести Взор На Ковер С Где Будет Бороться Лидер Весовой Категории Тош Сидесяти Одного Килограмма Один Из Лидеров Ахмед Идрисов Да Пока Повторы Вот Перед Вами Синим Трико Отлично Ахмед Идрисов Да Первая Минута Борьбы Навязывает Борьбу Свою Занял Центр Ковра Пытается Показывать Действие Рашун Швунгует Пытается Запутать Оппонента Разговаривал Кстати с Ахмедом Идрисов У него даже Недовес В эту весу Он же в 57 Сейчас 61 Даже небольшой Недовес То есть он Мог себе позволить Плотно покушать Позавтра Вообще Прям Тем более Здесь есть провес Да 2 килограмма Так забегает Надо посадить Чтоб взять Да 2 балла берет Ахмед Идрисов Отключает Ручку Да Делает Растяжку Тянет Пока нет Да Не получилось У него В опасное положение Перевести Свисток Видимо Последует Пока нет Работает Идрисов Но тоже хорошо Стоит Сидаличев Тоже хорошо Защищается Да Джулус Сидаличев Ахмед Идрисов Так 2-0 2 минуты Отборолись Счет 2-0 Отключает Ручку Забегает Пытался Сделать Подсечку Так Еще Так Пытается Посадить Да Садит На 2 балла И делает Накат 2-2 Счет Счет Становится 6 Нет 4-0 4-0 Он Сразу Накат Да Ахмед Идрисов Победитель Спартакяды Сильнейший Да Лидеры Весовой категории Выиграл Абазгаджи Магомедова И Сейчас Развели По сетке И Будет Очень интересно Посмотреть Ох Как красиво Проходит Прям Под пяточку Сразу Подгружает И Забегает На 2 балла 6 6 8 Да 2-2 Дали Тогда Да Да То что Посадил И 2 Накатил И Счет Становится Сейчас 2 балла Берет И счет Становится 8-0 Тоже Уверенно Ведет Но уже Достоят Достоят Да Так 30 секунд На отдых А нам Время перевести Тоже Немного Дыхания Попить Водички Ах 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 Аф Ах 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 Ну все, друзья, начинается второй период схватки. Счет 8-0. Счет 8-0. Вернее, 2 еще балла и 10-0. 10-0, друзья. Техническая победа. Пока, если по сетке посмотрите, Абазгаджи технически выиграл и Ахмед Идрисов технически выиграл. Но разница почти 2 минуты. Абазгаджи и Магомед за полторы минуты, а Идрисов за 30. А 3 минуты плюс еще. В общем, да. Чуть увереннее выглядел все-таки Абазгаджи. Абазгаджи и Магомед Дауну. Я думаю, его настрой просто запредельный. Конечно, запредельный. И еще хотелось бы сказать, когда долго не проигрываешь и у тебя цикл такой идет побед, да, ты боишься уже потерять эту победу. Вот. И чуть-чуть борешься так в защитной манере. Ну, зачем рисковать, да, вот прерывать свой цикл побед. То есть ответственность еще больше. Да, да, с каждым разом ответственность растет, растет. И я уверен, что Абазгаджи... Тютрин выходит. Да. Тютрин выходит уже на другом ковре, да. Давайте мы... На ковре... Каком должен был? С. С, да. Нет, это Димчик Каринчинов, да. Батамункуев, вернее, да. А Ариян должен выйти на ковре А. Да, он должен выйти на ковре А. Давайте мы посмотрим, что там происходит. На ковре А. Просто мы не... Да, давайте посмотрим за ковер А. Там уже постников против спортсмена сборной Армении Врежа Геворгяна. Федор Постников. Да, вот. Счет какой мы пока не видим. Но атакует Постников. Пока он ведет 1-0. Да, нет, его атакует, вернее, Врежа Геворгян. Федя в красном трико. Первый период завершается после минуты. Ну, 2-1. Да, 2 балла дает в конце первого периода. 2-1 в счете армянский спортсмен повел. 2-1 в Реже Геворгян. 40 секунд первого периода. 30 секунд остается до конца первого периода. Еще раз напомню о том, что на этом ковре мы увидим первую схватку призера чемпионата мира Альяна Тютрина. Да, весовая категория до 61 килограмма. До 57, сейчас 61, да. Да, 61 сейчас, да. И весовая категория с 1-16 начали борьбу без квалификаций. Сразу 1-16. Да, и следующий круг уже скоро начнется, 1-8, да. Потому что это, я так понимаю, будет последняя схватка в этом весе, да. Ну, одна из, по крайней мере, потому что тоже на других коврах тоже их прокатывают все весовые категории. Так что посмотрим. Ну, спешить не будем. Времени у нас действительно много. Еще до половины четвертого еще бороться в 10-ти весовых категориях. Очень много схваток в лицу. Повторы показывают первого периода. Эти судьи уже устают. Да, конечно, работа нелегкая, да, тоже. Да, конечно. 1-2, Гевардян. Да, свисток и начало второго периода. Хорошо защищается. Ну, Костников занимает центр ковра. Подгружает. Ох, как подгрузил. Сейчас шею отключил. Да, пытается найти захват для атаки, да. Ну, или сейчас может вытолкнуть за ковер и взять бал. Да, взял бал. 2-2. Ну, неплохой, видимо, в форме Федя. Да, почему 4-ти? Даже 5. 2-2, да. 2-2. Немножко ошиблись, но исправили быстро. А тут остается 1-2 вообще. Не дали, что ли? Хотя он вроде в стойке. Не дали. Он в стойке был сам, да. Но тот был на колене. Спартера вытолкнул. Да. Из-за этого не дали. Да, сейчас за ковер. А, активити тайм, да, это, видимо, был. 2-2 уже еще должен быть. Сейчас показали бал. Да, ну, мы видим, со второго периода постников очень уверенно занимает центр ковра. В принципе, поджимает Геворгьяна со всех сторон. Работает, что называется, первым номером, да, активнее. И вот, опять же, поджимает его к концу рабочей зоны. Он, понятно, что, да, по качеству пока ведет Геворгьян. Да, так как постников бал и бал взял, а оценка высшего качества у Геворгьяна 2 балла. Минута последняя. Да, надо. Надо активнее еще Федору работать. Надо подсказать. Да, у постникова все прям шансы забрать. Он прям активно действует. Даже судьи еще показывают пассив. Потому что, ну, реально прям Геворгьян пассивничает. Дают бал за пассив. Да. 3. Да, сейчас, значит. Да, 52-51. Да, потому что, ну, я считаю, это справедливо. С начала второго периода постников прям атакуют, атакуют. Только он не работает, да? Да, Геворгьян отходит, вот. И не пытается, ну, начать действия, бороться. Поэтому, в принципе, за пассив это правильный балл. Теперь уже Геворгьян в таком проигрышном положении. Да, в проигрышном положении. Сейчас надо ему в любом случае что-то делать. Время тает. 15 секунд остается. Пытается уже, видно, в ножки лететь. Ну, постников все видит. Постников все видит. Хорошо защищается. Все, устал сильно, видите. Две-три секунды. И постников играет. Поздравляем. Да, про два. Непростая схватка. Выходил на второй период со счетом 2-1 в пользу Геворгьяна. И отыгрался. И победил. Поздравляем. Ну, и ждем выхода на ковер Ариана Тютрина. Посмотрим, в какой форме подошел один из лидеров сборной Беларуси. Да, интересно очень. Складка будет. Сейчас будем наблюдать. Да, много настоящих фанатов вводной борьбы. Да. Душа аж, друзья, радуется, когда видишь столько прям болельщиков, столько любителей борьбы. Действующих спортсменов, ветеранов, уже так сказать, да, борьбы. Ариан Тютрин. Да, выходит Ариан Тютрин. Иван Иванович Дмитриев сопровождает своего подопечного. Ну, и его соперник, молодой борец Любомир Ашейн. Тоже он перспективный наш парень, 57 килограммов. Хорошие схватки показывал. Этот сезон у него неплохой, да. Победитель игр Дети Азикса. Любомир Ашейн. Хороший результат. Международный турнир, так что. Есть и не дали. Тем интереснее схватка. Для него серьезнейший экзамен, конечно. Так, зацепим. Ой, как 4 балла. 4 балла. Хороший, друзья, бросок. 2 показывает. Ну, а мне кажется, 4 полновесные там были. Разве успел он в партер перевести со стойки? Вроде бросок такой был красивый, да? 4 балла, да. 4 балла, да. Чуть-чуть за пункт сунья, да. Тоже понимаем. Работа тяжелая. Так, 4, уверенно. С первых секунд атаковать начал Кютрин. Так, проходит ножку. Ух ты! Поставил такое опасное положение соперника Ашейн. Но надо его брать. Конечно, вышел с такого положения. Ух ты! Тут Ариан, конечно, борец тоже достаточно такой. Ну, смотреть, в общем, его борьбу, когда он в хорошей форме, это всегда приятно, да? Да, атакующий стиль. Атакующий стиль, да. Всегда атакует, не вяжет борьбу, не сушит. Всегда в атаке. Ну, у него и такая комплекция, которая не позволяет очень активно вязать, да? Просто он может улететь сам тогда в таком случае. Он должен уже в другом ключе работать, да? Ему надо... Ну, то, что он умеет делать. Вот он, да. О, проход ноги еще. Классический его, да. То, что он умеет делать. Проход ноги еще. И еще на 4 балла бросок показал Ариан Тютрин. Два красивых друзья броска. Зрелищный борец. Вот что я хотел сказать. Извините. Конечно, опять же у нас не так много. Возможности опять и комментировать. 8-0 идет. Да, 8-0. А 2 минуты у нас с первого периода прошли. Еще целую минуту бороться. Уже такой счет. И в пятке тоже хорошо. И еще опять в ножке проходит. Цепляет. Две ноги проходят Ариан классический. А все, надо сейчас погрузить. Да, 2 балла есть. И 10-0 выигрывает, уверенно. Ариан Тютрин. Тоже в первом. Да, в первом периоде выиграл. Молодец. Продушался хорошо. Показал два амплитурных хороших броска. Красивых броска. И в принципе третий был тоже в начале задатки на бросок. Был хороший проход в ноги был. Но потом отзащищался немного. И забрал уверенно своих 2 балла. Ариан Тютрин. Напомним опять же, что весовая категория до 57 килограммов. Да, здесь у нас. И здесь у нас представитель ТВ тоже лидера. А кстати, вот сейчас на ковре С мы можем посмотреть за двукратным чемпионом мира. Среди спортсменов до 23 килограммов. Кубинца Ортегу, да? Да, Ортегу будет очень интересно посмотреть. Из такого далека приехали. Давайте мы посмотрим за его схваткой. На ковре С. С Тувинским борцом. Ариан Тютрин. Все мисты пока оправдал. Ну а на ковре С чемпион мира. Двукратный чемпион мира. Повторимся. Среди спортсменов до 23 лет. Да, двукратный чемпион. И еще также Куба привезла Переса. Да, Саласа. Саласа. Гринериса. Да, он является призером Олимпийских игр. Двукратным призером чемпионатов мира. Я вот вспоминаю Пересли. Ударил нашего капитана команды. Абдул-Рашид Садулаева на каком-то турнире. По щечину. Еще ему так. Абдул-Рашид Садулаев такой раз паузу выдержал. Не надо. Да, не надо так делать. И потом технически выиграл. Просто погрызил пальчиком, да? Да, конечно. Не надо. Спортивное поведение это тоже. Конечно. Надо оставаться всегда спортсменом. Ну, Садулаев джентльмен, конечно, да. Вот, как на это чуть не взял, да? На промокашку. Да, на пок... Вот это, да. Артега против Ондара. Да, два балла берет. Из ТВ его соперника. Да, я так понимаю. Артега. Ну, я думаю, после того, как Перис проиграл 10-0 Садулаеву, как Садулаев заявил о себе, больше бы, если бы сейчас Садулаев приехал на этот турнир Абдул-Рашид, я думаю, больше бы там никогда не поступил бы. Да, да. Рейнери Андрея Артега против Кежика Андара. А потом на этом же ковре представитель Таджикистана Сонатулу Бобоев и против Харасхала Григорьева выйдут. Я говорю, здесь мы не можем просто на одном ковре, глаза раздвигаются, везде очень интересные схватки. Да, я уже со Степаном мыслями своими делился, то, что в какой-то момент турнир очень красочный и прям такое большое желание аж в ряды болельщиков сесть, чтобы не пропустить никакие встречи. Ну, приходится нам какими-то встречами жертвовать, чтобы показать. Вот, ну, стараемся самые яркие прокомментировать, посмотреть вместе с вами. Артега ведет 3-0 и начинается вторая трехминутка. Ну, кубинцы, конечно, тоже славятся и своей борьбой, в том числе. Да, стойкий такой. Вчера, кстати, в разминочном зале он разминался с Мамедовым. Они пуш-пуш делали, боролись. Мамедов и Артега двигались вместе. Они уже несколько дней здесь у нас в республике. Одними из первых прилетели. Да, одни из. Молодцы. Ребята, опытные. Да, он очень опытный. Еще два балла вперед. И сразу же переходит на работу. Да. С крестным захватом. Да. Молодец. Да. 7-0. Это показатель всегда высокого класса. Это умение переходить с одного приема на другой. Хорошо, пытается защититься. Даже если успешно провел один, надо сразу думать о другом. Да, скрестный захват очень опасный захват. И не отпускает. Да, не отпускает. Здесь 11-0 завершается схватка. Ортега. И горячо приветствуют его. Болельщики аплодисментами встречают. Встречают, конечно, из такого далека до Куба. Где Куба, где Эпунди. Прилететь уже это много восторг. Это уже геройство, да, по сути? Так, 57 килограмм. Так, прямо это большое желание посмотреть, Ортега с кем в сетке. Или с Арианом Тютриным, или все-таки с Начин Монгушем. Так, сейчас мы это делаем. Да, он с Начин Монгушем. Да, они могут встретиться с ним в полуфинале, в одной-второй финала. Да, еще раз давайте повторимся, что полуфиналы могут быть здесь просто еще более огненными, чем сами финалы. Потому что, ну, финалы, конечно, само собой, да. Но полуфиналы иногда бывают гораздо интересны. Тем более, что у нас 10 весовых категорий. Полуфиналов, значит, 20 будет, да? Да. Вот в вечерней программе сегодня все, кто любит борьбу, можете действительно прийти, посмотреть обязательно. Организаторы на высшем уровне подготовили финальные встречи. Здесь прям будет такая арена. Шоу, да? Да, шоу, как вот шоу в UFC, в Белатаре выходят же, да. И будет полностью темно в зале. Заглушенный такой свет будет. Только свет на ковре будет включаться. Вот, с одной стороны... Да. А, Белолюбский. Да, и будет приглашенная звезда, тоже шоумен Гиви Твалтвадзе. Так что, я думаю, зал будет разгорячен Донезия, да? Да, прям. Это будет настоящее шоу борцовское. Да, завтра финальные схватки, это 100% будет. И соревнования, и 100% здесь тоже будет вот этого шоу. Да. Ну, спорт надо тоже такому профессиональному, да, тоже подводить. То, что мы каждое там воскресенье смотрят все UFC, я думаю, что в этом сомневаться нельзя тоже. Это большая работа именно организаторская, да. Вот Дана Уайт, его знает весь мир сейчас, к примеру, да, чисто потому, что он вот сумел делать то, что не смогли сделать и сделать лучшее спортивное шоу в мире, да. Да, и здесь, друзья, я тоже следил за моментами, следил, как я тоже приехал очень рано, приехал со сборной Казахстана и, в общем, следил, как собирался этот зал изначально. И мне очень было приятно и вот наблюдать, как это тоже кропотливая работа. Вся производилась банера, помости, ковры, это освещение, мониторы тоже, это кропотливый труд, все так возводили и реально зал получился просто бомбический. Да, я вот как раз перед тем, как сесть на репортаж, спросил у одного из руководителей Центра спортивной подготовки сборных команд Республики, которые, да, основную всю работу, да, делали. Говорю, успел поспать? Два или три дня? Да, они вообще не спали, да, 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 там два, вчера до трех ночи они работали, до трех, там в начале четвертого домой уехали, поэтому... Это большая работа, на самом деле, и ее тоже надо ценить, конечно. Да, зритель видит картинку, но если это изначально, я вот специально в сторисах все видео поснимал и себе на память сохранил, как это возводится, как это все вот от начала до конца. Да, Григорьев и Попоев сейчас, да, на ковре. Представитель сборной Республики Саха-Якутия и Таджикистана. Да, расстал Григорьев и Сунат Узбопоев пока ведет Григорьев. Первый период у нас подходит к концу со счетом 1-0. Так, 1-0, да. Так, Григорьев, следующее у нас по-медицинским. Да, я так понял. Сергей Козырев и Бадым Андерсамдан. Да, Сергей Козырев, да, это лигер, участник олимпийских, победитель Лиги Поддубного 2. Ну, он воспитанный на самом деле осетинской школой вольной борьбы, да, я так понимаю? Здесь представляет Чувашию, да? Чувашию, да, борется. Ну, он родом из Чувашии, я так понимаю. Да, ну, представляет он как две республики. Так же, как и Заурбек Седаков и Артур Найфонов, они представляют Северную Осетию и Аланию, но борются за Ханты-Мансийский автономный округ, да. Поэтому два региона. Параллельный зачет. Да, параллельный зачет идет. Так, второй период у нас. Григорьев пока 1-0 ведет. В 57, да, получается, Таджикистан привезли двух спортсменов, да, и Кромов же у нас в 57 еще борется. Тоже. Подгружает, берет 2 балла Григорьев. Счет становится 3-0. И еще берет захват наскрестный. Еще 2 балла. Нет, один раз накатил, и второй уже вышел. За ковром, да. Да, за ковром уже 2 балла не дали. А так, плотный захват был, если бы не зона, можно было бы, в принципе, довести дело до технической победы. И в масштабах, в миг, в миг, в миг. Так, центр ковра заняли борцы. 2 минуты бороться. 5-0 уверенно ведет Григорьев. По бою ему надо включаться в борьбу, надо пытаться что-то сделать. Да, и судья тоже призывает красного действовать активнее. О, в ножку проходит, да, сразу приподнимает. И надо посадить, забрать 2 балла. Хорошо, да. Забирает 2 балла, 7-0 становится. 7-0. Хорошую борьбу показывает Григорьев. Идет 7-0. Как он берет 2 балла, да, с крестной захвата. И вот второй раз так же у него. Ух ты! Да, 11-0. Техническая победа. Поздравляем Григорьева. Вот это похвально для молодого борца. Именно так надо бороться. Да, бороться так, чтобы зрители радовались. Да, вышел, увидел, победил. Да, и вот Григорьев сразу это чувствует, что человек, да, показал борьбу и выиграл досрочно за минуту до конца. Так, у нас Кобулов на ковре. Ковер B и проигрывает он. Ну да, и Кромов. Мы пропустили такую складку, да. К сожалению. Да, но тоже смотрели международную. Я и говорил, в 57 и Кромов и тоже лидер. 8-0. Еще 2 балла берет и Кромов. Становится счет 10-1. Одного балла не хватает до технической победы. От Алексея Кобулов, да. Ну и Кромов, да, мы говорили, один из фаворитов. Перед началом говорили о том, что это финалист чемпионата Азии. Воспитанник Дагестанской школы вольной борьбы. И, конечно, Алексей, надо сейчас потихоньку включаться. Да, надо включаться срочно. 2 минуты, надо уже что-то пробовать. Все, выталкивается ковер. И счет становится 11-1. И Кромов выигрывает технически с отрывом в 10 баллов одного из лидеров. Да. Икутской школы борьбы в 57 килограмм. Да. А Икутской школы, кстати, там, где, на стороне Ариана, да, я так понимаю? Сейчас я гляну. По турнирной, да. Да, по турнирной, да. Вот сейчас он. И, кстати, они могут встретиться даже очень скоро, я так понимаю. Он где-то здесь. Вот он, Икрумов, он уже на стадии 1-4. На 1-4 они сойдутся вместе. Вот это да. Не, на 1-8 уже сойдутся. А 1-8. Следующий круг. Следующий круг будет и Кромов, и Тютрин. Что за схватка нас ждет? Это вы уже считаете чемпионат мира, там, 1-8 чемпионат, 1-4 чемпионат мира, да? Да. За выход в полуфинанс. Вот это вывеска Тютрин и Кромов, вот это да. Вот это мы не можем пропустить. Да, вот эту схватку обязательно нам надо будет. Попросить надо, чтобы... Тютрин и Кромов, это будет прям... Бомба. Да. Так, а у нас сейчас на ковре... Какой форме еще и Кромов, это же молодой тоже прогрессирующий боец. И как выиграл, практически не прочувствовал. Да, 11-1. Ананда Дашиев, Юрий Анисимов, это тоже центральный ковер, а мы переходим на ковер-цех. Да, здесь Сергей Козырев борется, участник Олимпийских игр в Токио и победитель Лиги Поддубного. Да, вот он перед вами. Так сенсационно он выиграл, можно сказать, чемпионат России. Предолимпийский. Предолимпийский, да, и так вот резко прям раз и попал на Олимпийские игры. Вот минуту пока поборолись борцы и получается счет 0-0. Так и активити нам никому не дают. Пока так, да? Пока. Полторы минуты только. Равно борются и... Окулинчев его соперник. Да. Он пытался, пытался, смотри как... Ух ты, как защитился ты, Козырев. Да, хороший момент. И сейчас сразу же переходит в атаку и кладет на 4, на 2, да. Два балла, да. Два балла, да. Два балла дали. И далее работает. Вот это, да, в опасном положении тоже держал. Еще два балла добавил арбитр, показывает. 4-0. Тоже пытается серьезно взять. Загружает ногу. Все, сейчас накатывает два балла. Два балла и зона. 6-0, да? Да, 6-0. Тогда не дали. Ну, Козырев, смотрите, один из перспективнейших тоже наших атлетов. Тержак, да, 97 килограммов. 7-0 показывает. Да, тогда дали все-таки, ну, 1 балл дали. Когда, да, ну, в артере он за спину вышел и 1 балл. Ага. Справедливо вполне. 7-0. Да, 40 секунд остается до окончания первого периода. Очень такой интересный завязка, очень интересный. Вот в одной атаке показал, да, Козырев и защитился, и потом сам атаковал. И еще несколько приемов провел. Да. Для 97 килограммов он такой парень. Очень чувствительный. Да, подвижный. Да, подвижный, техничный, вообще интересный борец, конечно. На Олимпиаде боролся в 125 килограмм, самое высокое. Ну, недовеском был. Конечно, да. 97, уверен, себя чувствует и побеждает здесь. Да, мы знаем человека, который и в трех весовых категориях, становился чемпионом мира в тяжах, да. Хаджумрат Гацалов. В трех весовых категориях чемпион мира это просто феноменально. Ну, 86, 97, 125, да. Я вот видел в живьем его выступление в Будапеште в 13-м году, когда он среди тяжей выиграл чемпионат мира. Стоял на пьедестале в самом высоком синяком такой. Маленький еще, но по сравнению с теми, кто рядом стоит. Я вот просто такой герой, настоящая легенда борьбы. Конечно, в российской борьбе таких вот настоящих богатырей много, действительно. Так, второй период у нас. Туминский борец пошел в атаку. Да, Козырев 7-0 сейчас ведет. Кстати, да, была новость о том, что с Тидеевым не продлевают, да? Да. И одним из главных фаворитов на пост главного тренера национальной сборной команды называет именно Хаджумрата Гацалова. Ну, конечно, многоопытный и авторитетный человек. Думаю, что... Читал его комментарии. Да. Всех он спортсменов, кто входит сейчас в сборную России, и хорошо со всеми дружит, всех знает, поэтому готов, но говорит, когда, если официально уже будет заявление, что уйдет главный тренер, только после этого могут ему, ну, сделать предложение. Да, конечно. 7-0 Козырев. Пока, в общем-то, второй период очень спокойно проходит. Полторы минуты. Сам Дан, его соперник из КВ. Надо пытаться что-то сделать. Время остается полторы минуты. Надо постараться, да, взять бал, дать бой, конечно, участник Олимпийских игр, да, победитель спортсменов, сильнейших чемпионов России. Даракова тоже стоит. Минута последней сейчас пойдет. Пытается Тувинский борец, но пока ничего не получается. Все видит Сергей, защищается хорошо. Хотя активнее действует Тувинец. Козырев с уверенным счетом лидирует. Не стал здесь, да. Рисковать тоже смысла нет. Хочет сейчас даже бросок провести. Сам Дан. Опа, и сам попался на 4. И все. С контрю. 11-0 выиграет Сергей Козырев. Техническая победа. Поздравляем. Ну, видно, что он немало сил отдал, да? Да. Сергей, я думаю, что... В принципе, может быть, он не скидывает немало, да? Такой он крупный парень. 97 килограммов. Не просто тоже. Держать вес надо тоже, да? Да. Видим, какой он богатырь тоже. Высокорослый. Вот парень. Вот сейчас будет красиво смотреть. Да. Раз подцепил. 4 балла. Победное действие. Так, следующее, кто у нас там? Следующее у нас... Так, Женя, да, должен. Сейчас Евгений Жербаев. 70 килограмм. 1-8 финала. Если вот эта встреча сейчас... Не будет, да? Да. Ну, посмотрим, кто. Да, сейчас посмотрим. Объявят. Было бы неплохо, конечно, если там выходят еще программки. Посмотреть. Можно было бы попросить тоже программу для комментаторов тоже. Так, пока. Козырык перед нами. Саин. Тоже известный спортсмен из ТВ. Давайте мы посмотрим. У нас появляется тоже... А, нет, это новых пока, я так понимаю, нету, да? Или есть? Так, Евгений Жербаев. Нет, это новые, да, можно заменить нам. Да. На ковре С, да? А остальные пока нет, да? Не завершились еще. Так, здесь у нас Саин Козырык, Сиден Сиденов из Бурятии. Далее Евгений Жербаев и Нарик Арутюнян из Армении. Да, хорошая встреча будет. Две хорошая встреча, да. И Евгений Жербаев. Но мы в оба глаза должны следить за тем, что происходит на других коврах, потому что... Да, там не менее яркие и зрелищные схватки. Так, ждет соперника. Сиденов ждем. Повторно уже позвали. 70 килограмм у нас. Весовая категория до 70. Все, бежит. Ну все, руки пожали, есть звездок. Но Саин Козырык тоже один из проспектов жердинской борьбы. Перспективный парень. Победитель первенства мира он. Но сейчас у него к новым и весу тоже. Ему надо привыкнуть вообще к взрослой борьбе тоже. Не просто это все проходит, да. Но Козырык здесь уже тоже две недели провел тоже сборы с командой. Республика Саха-Якутия, да, проводил сборы? Да, конечно, да. Здесь многие, все, кто участвовал на турнире Крылова, остались и проходит. На Чин Монгуш выходит. Можно ковер А включить пока до Евгения Жербаева. Лидер 57 килограмм на ковре А. Победитель Лиги Поддубного. В финале он выиграл Рамиза Гамзатова. Вот. А на первой лиге он, можно сказать, двукратный финалист Лиги Поддубного. В первой Лиге Поддубного он встретился с Азаматом Тускаевым. Но и уступил ему. Вот. А Рамиз Гамзатов, кстати, в своей сетке уверенно выиграл. Тускаева, Азамата. Да, но в финале проиграл на Чин Монгушу. На Чин Монгушу, да, один из лидеров сборной России. Да. С Монгуевым, да, Угуевым, в смысле, он встречался, да, в финалах. Даже на 4 балла его, 4 балла там, да, потом отыгрался. Бросковый парень тоже, как лучшие представители команды ТВ, да. Да. Так, один балл уже есть. Финал очень красочно, очень зрелищно. На Поддубном отборолся на Чин Монгуш прям. Так же является он призером чемпионата Европы. Да. Вот он Сулейману Атли в финале чуть-чуть уступил на самом деле. Ох, как хорошо, продергивает. Заходит. Красиво, да? Да, вот хорошо защищался. Тоже один из соискателей золотой медали. Вот мы показали многих уже лидеров, да, и Рьяна Тютерина, и Кромова посмотрели. Вот, да. И сейчас перед вами Монгуш. Да. В этой сетке еще будет у нас Артегу тоже посмотрели. Мы всех лидеров в этом весе 57. В общем, посмотрели. Артега, кстати, идет у нас по сетке Монгуша, и они в 1-2 финала. Уже снова красиво сейчас за спину вышел, переделает накат, да. 7-0 идет. И как в очень опасное положение ставит, это может быть, ух ты, могла быть и чистая, да, сейчас победа. Снова атакует из такой завязки. Да, сильно завязал, прям он видно. Ух ты. Еще какое 10-е дело. Еще 2 балла, да? Да. Это 9-0. Наверное, сейчас. И если сейчас в партере прокрутит, да, вот получается у него. Это, да, вот очень красиво тоже борется, да? Да. Монгуш, очень зрелищный борец. Своебразная у него тоже манера. Да, очень-очень бросковый, с ним очень опасно входить в стойку. На самом деле на Лиге Поддубного я думал, что Рамис Гамзатов правильную тактику принял. Он сдалека так ножки нырял, проходил, что он сильно не завязывался. Это в стойке, но все равно вот. Монгуш смог подстроиться к схватке и выиграть. Ух ты, да, пытался провести. Удовольствие от борьбы. Это тоже видно. Да, занимается. Ну, получать удовольствие, заниматься любимым делом, это очень важно. Вот, повторы первого периода. Борец еще молодой, поэтому все у него впереди предстоит. И тоже понимает, что может наравне со всеми лидерами бороться. Ну, перспектива у него, конечно, блестящая, на самом деле, да. Если он будет прогрессировать, работать. Да, и самое важное, не пропускают никаких соревнований. Везде ездит, везде участвует. Работать на тренировках, да. Так, пальцы. Да, пока. Заняли центр. Пальцы. Его соперник, да, Николай Охлопков. Республика Сапайбуте. Тоже молодой. Ух ты, красиво. Да. Подсечку. Подсечку еще на кат сделал, да. Техническая победа. Очень уверенно. 13-2. Просто удовольствие наблюдать за такой большой борьбой. Зачин Монгуш. Запомните. Это имя. Хорошая схватка у них должна состояться с Артегой. Прям зрелищная схватка будет. А уже скоро, буквально, вот в 1-8 финала у нас уже сойдется Риан Тютрин и Кромов. Тоже будет схватка международная. И очень яркая. Да. Любого спортсмена уже жалко на такой стадии будет потерять. Да, Степан, все, что ты говорил, начинают сбываться, да. У нас практически вот реально чемпионат Европы, мира, да. Да, просто реально. Ну все же лидеры борются. Такой. Да, я когда вот в аэропорту меня встретили, я дал интервью и сказал, то, что такой турнир юбилейный, посвященный Коркину, Дмитрию Петровичу, я приравниваю к Европе и к миру. Да, сейчас мы на ковре Б, находимся, да, Петр Адамов, республика Саха-Якутия и его соперник из Ирана. Да, 57 килограмм у нас. Да, Реза Хасан Саги Мохаммад. Это тоже, кстати, может быть подарочек, да? Да, тоже. Из Ирана. Иранские борцы это не подарок. Но видно, что очень молодой, сейчас он уступает за счет там 4-2. 4-2. Но уже 2 балла мы видели, да, как он отработал. Ну и времени, конечно, предостаточно еще. Но видно, что очень молодой парень, да? Да, очень молодой прям. Школьник прям. Привезли на такой турнир тоже навариваться. Ну вот просто, просто даже вот картинку видишь и... Такие волки, да, вот тот же мальчик начинал в гостарядке. Я не знаю, какой мальчик, Артека. Ну, он, я говорю, у нас тот же, я знаю, в чарати вот в таком возрасте тоже выступал над мальчиком. И выиграл. Кто же знал, он там в маленьком весе выступал. А потом, я вижу его, спустя там лет 10 на вершине Олимпа. В весовых категориях там 8-6. Это дорогого тоже стоит. В общем, когда вот ты интервью дал Якутия Дэйли, да, тоже газетки Якутия нашей республиканская, очень интересная там мысль прозвучала, что борьба это такой сериал, да, интересный. Когда вот следишь более-менее, да, за соревнованиями, знаешь, вот борцы, они все на твоих глазах, да, растут и новое поколение появляется. Да, кто-то приходит, кто-то приходит, это реально как вот сериал. Игра престолов, да, кто-то сдает позиции, кто-то восходит. Да, кто-то набирает их. Но пока Адамов выигрывает. Можно даже таких борцов выделить, которые вот восходят. Это в олимпийском весе в 65 килограмм. Как мы знаем, здесь лидером был Гаджимурат Рашидов, да, призер Олимпийских игр. Ну, как быстро и какая сильная конкуренция в этом весе. Ибрагим Ибрагимов выиграл чемпионат России, выиграл еще турнир, международный турнир в Белоруссии, медведя. Вот. И набирает обороты, тоже не пропускает соревнования, борется везде. Также Шамиль Маледов. Вот смотри, 4-4. О чем мы говорили, да, времени еще предостаточно есть. Иранска. Евгений Жирбаев тоже у нас так. Ох ты. И там, видимо, искрометные броски пошли. Мне кажется, имеет смысл тоже это посмотреть. Везде, друзья, яркие встречи, прям. Да, но Петр Адамов, да, пока выигрывает по качеству. Но мы видим очень активно такой иранский борец. И вот. Ой-ой-ой. Ну, не. Да, устал. Да, устал уже и не стал защищаться. Как-то прилег и забежал быстро. Иранский борец за спину. Уже 6-4. Да, уже вот только об этом говорили, что такой молодой. И вот. Может быть, он как раз по стопам пойдет своего великого, можно сказать, да? Да. Борца. Мы видели, как встречают его в аэропорту, да, после соревнований. Носят по улицам. Ну, это, конечно, народный герой настоящий. То есть до нитерати имеется в виду. Конечно, молодые мальчишки, вот как этот борец, они смотрят на него, равняются. Пытаются тоже соответствовать. Вот как. Еще один балл. Адамов сильно что-то подустал. Мы, в принципе, можем... Там счет у... 9-0 там. А, что же, уже там все. Первый период Арутинян и Жирбаев. Евгений Жирбаев играет со счетом 9-0 уверенно. Жирбаев в хорошей форме. Это понятно, да? Восстановился. Такая пауза. Пауза была. О, кстати, вот, посмотрите. Здесь тоже не все еще ясно. 6-7. Но пока вот действительно не очень, видимо, силенок хватает пока. 6-7. 6-7. В партнере все-таки он даже практически не стал работать. Может быть, и правильно? Да, да, да. Подняли быстро в стойку и, в принципе, начинать действовать. И Заспин сейчас пытается выйти. И выходит Асади. Иранский борец и 9-6. Уже последняя минута сейчас пойдет. Ну, для Адамова, конечно, тоже схватка интереснейшая, конечно. Наверное, одна из первых, если не первая в карьере международная, да? И сразу против представителя такой борцовской державы, как Иран. Для него это, конечно, большой урок. Асади. Асхвата. Асхвата. Характер попросил. Да. Ну, Адама, на самом деле, еще не все потеряно. Можно включиться. Но он, видно, сильно устал. Да. Сильно устал. Вначале выложил все силы. И вот сейчас... На 4 балла только бросок может помочь. 27 секунд. Времени, конечно, приедет достаточно. Но... Ковер предсказывает ему, что, наверное, не надо завязываться, да? Да. Работать с дистанцией. Лучше защищаться. Вот за ковер вышел. Один балл все-таки нельзя. Адамов 7-9. 12 секунд. 2 балла спасают, да? Давай, давай. Последние секунды 7. Да, 5 секунд. Но сил не остается. Да. Да, все. Просто нету сил уже. Так уже и захват вроде взял. Все. И здесь у нас Иранец побеждает. А на ковре С техническую победу 11-0 выиграет Евгений Жирбаев. Технически выиграл Рутюняна. А и, конечно, трибоны тепло приветствуют его. Да, очень тепло. А иранца мы посмотрим уже в следующей схватке. Четырехкратный победитель. Турнира Коркина. Попытается. Пятиградным стать. Наверное, все усилия, все силы. Приложат, конечно. Да. Загир Шахиев выходит. Лидер С. Так, на ковре. На ковре С давайте мы посмотрим. Да, остаемся на С. Так, где у нас новый? Вот он, да? Посмотрим. Загир Шахиев. Посмотрим. Загир Шахиев. Загир Шахиев. В категории до 70 килограммов. Да. Загир Шахиев и Алиабас Риза. Иран. Дефектно выходит Загир Шахиев. Является он чемпионом мира, чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Победитель первенства мира среди юношей. Тетлованнейший борец. Ну и против представительной сборной Ирана. Ух ты. По-моему первым заступил за... Ой-ой-ой, на бедро, как он его... Сколько покажут? Там даже 4 балла покажут. Не знаю. Но по идее сейчас надо бросать челлендж, если там был заступ за ковер и 1 балл такой Аббаса. Ну в принципе я вот так вижу, потому что... Ну свистка не было на самом деле. Иранцы тоже молодой состав привезли, но все как борются. Прямо вообще. Ну вот, веришь, правильно. Ну это Шахиев, опытнейший борец. Он знает, что делает и правильно. Я думаю, что сейчас будет 1-0 только в пользу Иранца. Да. Вообще нет ни тени, ни сомнений у Шахиева. Так и было. Я вот просто сам увидел тоже. Первым заступил за ковер Шахиев. Сейчас посмотрим. Да. Сейчас будет. Повтор тоже показывает. Вот, видите? Да. 1 балл здесь уже должен. Свисток, да? Вот, вышел тоже за ковер. Оба борца уже за ковром. Да. Сейчас уже вот бросок. Вот он. Да, здесь перетянул. Ну, мне кажется, ну не знаю, может, суди по-другому видеть. Один. Единственный момент может быть то, что в действии это все было. Ну и свиска, если не было, да? Да. Свиска не было, и все это в действии было. Бросок как бы уже пошел, и его... Ну, мне кажется, нет, потому что оба спортсмены уже... Да, 4 балла есть, 5-0 выиграли. 5-0? 5-0, да. Тем лучше для зрителей, потому что... Да, сейчас за ковер Шахи включится в борьбу. В любом случае. Давайте. Судим. Спасибо за такую затравочку, да? Потому что... Да, отыграть 5 баллов тоже будет тяжело. Ну, 30 секунд прошло от первого периода. Ну, уже такой счет, 5-0. Ах ты, включается Шахиев. Очень активно сейчас работает. Снова пытается за... Ну, подвести к этой зоне, где попробовать сделать бросок, так далее, да, в опасное положение поставить иранца. Иранец вроде проходит в зоне, но сигнал умудряется как-то контратаковать с этого положения. Так проходит. Ох ты! 2 балла есть. 2 балла. Есть их 2 балла и удержание. Уходит так. Удерживается крестный захват. Да, 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 да. Нет, распустился. Так подтянул его на всякий случай. Чтоб не ушел, да, наверняка. Молодец, конечно, Шахиев. Да, 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 делает один из своих любимых приемов. Крестный. Да. Взял. Взял. Вот почему я отодвинул его. Чтоб можно было сейчас аккуратно начать крутить. И два балла. Крутит, есть. Может сейчас еще подтянуть даже. Да, он будет тянуть. Он будет назад. Отходит назад с ним, друзья. И еще крутит 2 балла. Свисток бросит и ранит. Но нету свистка. Мы будем подтягивать еще назад его. И будем еще крутить. И еще крутим, друзья. 8-8. Он не понимает и ранит, что происходит. Но мы еще тянем назад. Вот это схватка. Вот это схватка. Да. 10-5. Вот что значит. Уже не первый раз берет с креста. И именно взял. И прям вот посмотрел, сориентировался по зоне. Оттянул. Да. Чтобы не было вот этих быстрых накатов. Каждый накат вот этот идет продуманный. Это, да. Мастерство вот сейчас его класса тоже, конечно. Да. Как отыграл 10 баллов там сколько... За сколько он сделал? За минуту там с лишним, да? Да, за полторы минуты он. 30 секунд у нас 5-0. Остается, да. Да, и 30 секунд остается. И в начале первого периода 30 секунд прошел. Счет 5-0 был не в пользу Загира Шекиева. Да, напомним, весовая категория 70 килограммов. Здесь еще Евгений Зербаев. Это реально чемпионат мира у нас проходит. Можете поверить, да. Да, полуфиналы здесь будут. Финал будет просто огонь, да. Евгений Зербаев тоже свою первую встречу технически выиграл, уверенно. А в 70 килограмм у нас еще лидер. У нас еще здесь есть Исраил Касумов. Тоже очень бросковый, цепкий борец и очень непредсказуемый. Давайте мы сейчас более, скажем так, крепетно пройдемся по сетке. Развели Загира Шекиева и Касумова. Сейчас посмотрим Евгений Зербаев. Да, он на стороне Шекиева. Полуфинал может быть. Представляете, что это может быть? Бурятия будет и Дагестан. Можете себе представить, у нас в полуфинале на турнире Дмитрия Коркина Евгений Зербаев и Загир Шекиев. А в другом полуфинале у нас может быть Анзор Закуев. И Анзор Закуев вчера даже сказал, я приехал сюда только за золотом. Мы знаем, как он бросковый борец. И он всегда выходит на кристаллы всех турниров. Поэтому он тоже заряжен очень бросковый, очень интересный. И причем они с Касумовым встретятся. Оба бросковые парни. Вот это да. Что-то 70 килограмм. Мне вот 70 килограмм больше. Ну и 57 тоже очень понравится. Не олимпийский вес, но такой красочный. Да. А представь себе, если бы еще тут Витя Рассадин был. Для компании. Виктор Рассадин и все. Тут ради одного веса можно было такое шоу в принципе устраивать. А тут 10 весовых категорий и все интересные. Это конечно организаторам большой респект. 7.11. Да, вот это же. Смотри. Включается, да. Включается, да. Потихоньку, да. Мы пока по сеткам пробежались. Тут удивились эмоционально. Тоже зарядились, что нас впереди ждет. Уже тоже иранский спортсмен сдаваться не собирается. Тоже включился полным ходом в борьбу. И потихоньку начинает отыгрываться. Ну, пока Загир Шахиев выигрывает со счетом 11.7. Опять заходит и еще берет два балла Кати. Здесь четыре балла. Четыре балла. 11.11. Нет. 11.11. У нас счет. Эта борьба останется на всей истории, мне кажется, да. Это же такой счет. 11.22 балла набрали на двоих. А еще бороться две минуты. Практически, да. И смотри. И идет вперед, поддавливает. Еще удалкивает. Это что такое? Что происходит вообще? Степан вначале выигрывал иранец за счетом 5.0. Потом переключился Загир Шахиев. Начал вести со счетом 10.5. Отыграл 10 баллов. 10 баллов взял. И сейчас все перевернулось. 12.1 уже выигрывает иранец. Что вообще происходит? Где ядер? 13.11. Это космос, друзья. Может быть, мы становимся свидетелями восхождения новой звезды. И еще берет Загир Шахиев подустал. Подустал. 14.11. 14.11. Надо включиться срочно в борьбу. Что творится? Вот это, друзья, на Коккинском турнире. Такие красочные встречи. Надо включиться. Надо включиться. 4 балла. Это уже бросок нужен. Иранец опытный подошел к зоне и сел на колено. Если балл не дали, если он приколкнет, чтобы не было балла. Он даже просит тебе сейчас балл. Эх ты. Челлендж. Челлендж, да. Здесь будут смотреть. Ну и, в принципе, да. Этим челленджам все-таки есть время. Время чуть-чуть дух отвезти. А, да. Это вот дух отведет и иранский борец. И тем краще будет сейчас схватка. Загир Шахиев тоже отошел к тренерам. Ну пока... Сейчас дадут совет какой-то. Пока это номер один схватка в утренней нашей программе. Да. Именно вот такая, которая... 100%. Схватка номер один. Иранец и Загир Шахиев. Ну, в принципе, почему не дать-то тут балл? Загир Шахиев, кстати, тоже недавно перешел в эту весовую категорию. Боролся в олимпийском весе. 65 килограмм. Вот. И сейчас так... Ну, может быть, он подошел действительно не в самой лучшей форме. Но, тем не менее... На Спартакеаде они в финале боролись. Спартакеада сильнейших. В финале был Загир Шахиев, 70 килограмм и Курбан Ширайев. Эту схватку надо потом пересмотреть обязательно. Обязательно пересмотреть. Да. Вот смотри. Смотрим повтор. Почему здесь нет балла? А кто присоединяется к трансляции, к эфиру? Вы можете посмотреть борьбу на телеканале Мамонт. И также на YouTube-канале ЦСП Триумф. Да. ЦСП Триумф. И группа, да, есть в ВКонтакте. Да. Там с хорошим качеством. ВКонтакте, НВК Саха, где можете с комментарием уже с профессиональных камер наблюдать за схватками, лучшими схватками Куркинского турнира. У меня просто эмоции через Кае. У меня тоже. У меня сердце так... Было как-то спокойненько. Подогревались, разогревались. И тут вот эта схватка прям разогрела на 100%. Очень круто, конечно. Такие эмоции. Я представляю, что как болельщики вот сейчас. Что испытывают. Да, я вот представляю, если бы я был таким ярым болельщиком и не пришел бы в ЦСП Триумф. И была, хотя была бы у меня такая возможность. Я бы все волосы дать себе, наверное. Красному дали балл и уже отрыв 5 баллов. Да, и это уже очень похоже на победу, да, иранца, Али Аббаса. Еще минута. Но мы видели, что за короткое время сделал Загир Шахиев. Вот, надо включиться сейчас. И всегда Загир Шахиев атакует, но контрит. Контрит хорошо иранец. Очень хорошо контрит, да. И смотри, 2 балла здесь. Да. 2 балла, да. 2 балла есть уже. Уже 7 отрыв. Да, и он просто уже промокашку взял. Вот была бы, если бы хорошо, зона тоже спасла. Нет, здесь балла не будет. 18-11. Но это уже, я думаю, победа, потому что мы помним, что Загир Шахиев все-таки в одной атаке все эти баллы набрал. Да. Иранец разносторонний, разносторонний, разные действия делает. И броски бит. 2 балла есть. Только Тушима может спасти. А 5 баллов спасает, в принципе. 5 баллов, да. Это надо сделать амплитудный бросок. Или прогиб, или амплитудный бросок. С хорошей амплитудой, чтобы заработать. Еще 2 балла берет. Счет становится 18-15. Это уже за 30 баллов они взяли. 33 балла у нас. Разыгрались за 6 минут, да. Нет, тем более, что борцы высокого класса. Ладно, это просто, да. Вот это, да. Красивейшая борьба. 5 секунд остается. Нужен бросок, ну! Да, на обратный пытался, но 18-16. Вот это встреча, друзья. Да. На трибунах все аплодируют. Схватка реально задалась. Загир Шахиев, да, конечно. А мы уже Загира Шахиева в полуфинале видели. Да, видите, как все. А я уже даже, если честно, никогда нельзя забегать вперед. Поэтому все приехали за победой. Абсолютно все. Вот, смотри, иранец тут молодец, да. Как трибуны встречает иранского спортсмена. Это была встреча 18-17. 18-17. Мне же самого, вот, с комментаторской, хочется вот поаплодировать такой встрече, друзья. Просто встреча огонь. Прекрасная схватка. Очень много эмоций подарили, конечно, болельщикам. И болельщики тоже ответили, да. Тоже поздравили. Иранцеву смотрите, да. Выложился он на ура. Иранец. Столько баллов. Такая схватка была. Вот смотрим повторы. Вот как, да. И сразу. Да, моментально берет. И два, два, два. Да. Два балла и сразу катит. И здесь тоже балл. Проходит Шахиев два балла. Да. Вот это да. Да. Ради такой схватки это прям многого стоит. Вот смотрим еще. Но здесь уже вышел, да, заковер. Один балл здесь был. Какие эмоции. Какие эмоции. Какие были. Один выигрывал, потом второй выигрывал. И опять отыгрался. Конечно, эмоции супер. Порадуют сегодня борцы. Да. Порадуют борцы. Безусловно, да. Публику, да, болельщиков. Гуштын сейчас в первую схватку. Да. Александр Гуштын участвовал. Он на лиге вольник. У него была встреча с Руставом Осакаловым. Интересно. Боролись один период. Боролись по правилам греко-римской борьбы. А второй период по правилам вольной борьбы. Ну, победу Александр Гуштын оказал. Да, Гуштын выиграл. Да, кстати. Это Б-ковер у нас, да, был? Вот у нас были. Но это не Толмачев здесь. Нам вот скоро Аркут ищут. Не, это не Гуштын было, это Корнеев, да. А, да. И Касумов. А, нет. Это Белорус. Нет, сейчас это будет выходить или... Да. Так, ковер Б ищут. А, вот он, да. Все правильно. Александр Гуштын против Серика Батыханова. И сейчас Исраил Касумов против Кирилла Корнеева. Тоже очень интересная схватка. Да, остаемся. Кирилла мы тоже знаем, это сильный борец из Кемерово. Борсковый тоже здесь неоднократно тоже участвовал. Очень хороший борец. И я думаю, это будет красивая тоже может быть схватка. Но и Саил Касумова. Вы знаете, прекрасно. Чемпион Европы, двукратный чемпион России. Весит до 70 килограммов. Он сейчас номер один в России. Так что, ждем. Я просто пока еще не отошел. Я думаю, что сложно будет. Надо переключиться на другую складку. Уже все. Ну, на самом деле, да. Вот именно в голове именно вот складка сейчас иранца. И Загира Шахиева засела. Ну, начался первый период. Тоже лидер этой весовой категории. Саил Касумов. Сколько раз он выиграл, да? Чемпионат России. Отбирался мой Ирегинский. Тоже отбирался на Европу. Но у него никак не удавалось выиграть. Да, у него медали Европы, наверное, штуки 4, если не 5, да? Бронзовые и так далее. Но в конце он выиграл. Ну, в последний, да, ему уже сказали, давай, надо выигрывать. И вот он выиграл. Собрался и выиграл. Да, конечно. Тоже любимец Касмарской публики. Сам родом есть. В Течне, но мы знаем хорошо, как связаны, да, регионы эти два. Представитель. Так, пытался пробросить. Не получилось. О, ножку проходит, да. Корнеев, молодец. Хорошо защищается. Встает с ножкой. Зацепил, зацепил тоже ножку. Хорошо защищается. Поднимается Корнеев. Поднимает на трое этаж. Возьмет два балла. Взял два балла Корнеев. Молодец. И смотри, пытается накатить. Нет? Да, это... Вот это завязка, друзья. Такая защита была. И с одной стороны, и с другой стороны. Ну, Корнеев поднял на второй этаж и опустил все-таки на два балла. Затай очень сильный борец, да, Кирилл Корнеев. Я вот всех его титулов не назову точно, но он всегда... И у нас бывал тоже в призах тоже. Тоже бросковый парень с хорошей школой борьбы. Да, 70 килограмм. Прям одно такое загляденье, что схватки все прям такие... Конкурентные, да? Нет такого, чтобы... Просто... Да, мы уж тут с тобой на 70 килограмм планы расписали, чуть ли финал не сделали, да? А тут вообще все переворачивается по-другому. Ох ты! Вот отыгрывается, пытается отыграться Исраил Касумов. Ух ты! Еще два балла. Еще, еще два балла. Ну, злой, злой Исраил. Показал, конечно. 6-2, я думал даже больше здесь уже. 6-2 показывает табло. Великолепно, конечно, техника у Исраила Касумова, да? Да, прям. Как работает-то в партере. Ну, пытается все равно, Корнеев пытается прям навязать свою борьбу, прям. Тоже проходит ножку хорошо, ну, защищается, защищается хорошо вроде. Касумов, два балла. 8-2. И даже уходит до того, как полностью Исраил. Уверен, уверен в себе, он жаждет реванса. Исраил Касумов приехал за золотой медалью, конечно. Но... Они все приехали за золотой медалью в любом случае. Будут бороться. С дистанции сходить никто, наверное, не хочет. Да. Поэтому будут бороться до конца. 8-2. Счет уже после первого периода. 10 баллов уже разыграли. Исраил Касумов, конечно, выложился после того, как пропустил атаку. И сейчас еще два балла набирает. И остается еще два балла до технической победы. Пошел, да. Да, и катит. Все. 12-2. Великолепная победа. Исраила Касумова надо здесь тоже, да, поддержать. 0-2 проигрывал. И 12 баллов уверенно взял быстренько. Немножко допустил ошибочку. И отыгрался. Что за спарки в 70 килограмм? Евгений Жирбаев. Техническая победа. Исраил Касумов. Техническая победа. Ну, конечно, Загир Шахив с иранцем зарубились. Сейчас у нас Анзаор Закуев, да, выходит. Тоже к трибунам обратился, поднял руку Исраил Касумов, поблагодарил за аплодисменты. Молодец тоже. Надо всегда с публикой тоже работать, уметь тоже это, да? Да. Быть благодарным публике. И публика тебе всегда ответит. Ответит взаимностью. Великолепная борьба. Исполнение Исраила. Касумова. Так, Константин Капрынов. Ох ты! Да. Анзор Закуев. Это весовая категория до 70. 70 килограмм. 70 тоже. 70 вот. Анзор Закуев тоже лидер весовой категории. Ну и Константин Капрынов тоже один из лидеров нашей сборной республики Сахарь-Якутия. Также является чердакчинцем, воспитанником чердакчинской школы вольной борьбы. Ну а Анзор Закуев пока еще не уходил без медалей, по-моему. Да, не уходил. Ни на одном из турниров, на котором участвовал. Да. Это очень бросковый, тоже очень опасно с ним прям вот. Финалист чемпионата России. С Виктором Рассадиным они же на каком турнире? На Ирыгинском. На Ирыгинском, да. За золото прям. И на турнире Поддумного первом тоже встречались они с Витей. Витя два раза выиграл. Анзор Закуев очень бросковый парень. Сам родом из Кабардино-Балкарии, да. Представляет республику Крым. И Константин Капрынов. Анзор, как будто он больше, да, такой габарит не выглядит. Но это визуально, наверное, да. Оба, конечно, одна весовая категория. Полторы минуты, друзья, уже пролетели. Ну, счет 0-0. Повыше Закуев. Но Виктор Рассадин, наверное, посоветовал свои ценные советы тоже. Бороться против Анзора. Наставление в любом случае, думаю, подсказал. Пока, да. И Активити Тайм, да, еще ни за каким борцом не закреплено. Пока еще не было. Пока вяжутся. А нет, уже есть у нас Активити Тайм. Надо Закуеву что-то делать. Или Капрынов поведет счет 1-0. Да, Капрынов, ну, видно, чуть активнее, конечно, действует. Ну, это мы знаем, да. 1-0 Капрынов. Мало какой схватка с участием Закуева завершается с такими небольшими считаниями. Да. Он любит бороться и умеет это делать. Думаю, что здесь тоже будут баллы обязательно разыграны. Ну, я думаю, Капрынов тоже знает этого борца. Конечно, конечно, да. Вот, и знает, как он, и поэтому старается как бы тоже это. Да, с дистанцией больше сейчас мы видим, работает, нагнетает, не дает ему пространства, да. Да. Видно, Активити Тайм и в ножки влетает. Ну, хорошо, Капрынов защищается. Так, Активити Тайм и в ножки влетает, не дает ему пространство, но не дает ему пространство, но не дает ему пространство. Да, после этой схватки выйдет Арбак Сад против Бадбатора, да? Да, нам надо потом будет переключиться на... Шамиль Мамедов выходит на ковре А, лидер 65. Шамиль Мамедов на ковре А. Победитель Ерыгинского турнира, чемпион мира Ю. Да, с Чаяном Мангушем из ТВ он вышел, да? Да. А потом будет тоже интереснейшая схватка Усмана Шагиреева против Кежика Чимба. О, да, это тоже два таких борца. Это ковер А. Да, сейчас досмотрим схватку. Да. И переключимся, да. Просто не знаю, куда смотреть, да? Да, везде. Вот так всегда, говорит. На самом деле и на С ковре у нас... Ох ты, Анзор Закуев. Бурал, взял балл. Взял, да, вытолкнул за ковер. И отвлекся на ковер С как раз в этот момент. Здесь Кудиев машет Куди. Ох ты, проходит сейчас отличный бросок. Константин, это два балла. Три-один. И публика, конечно, очень пристально следит за именно этим ковром. Болеют за Константина Копрынова. Но Анзор Закуев сейчас будет включаться. Ох ты, пяточка пошла. Но защищается. Встает Константин Копрынов. Встает. Ох ты. Какая загадка. Ну, отдает два балла и счет становится равным. Это, конечно, ошибочка. Три-три и еще и переворот накатом. Ох ты. И еще катит. Еще разок. И еще катит в обратную сторону. О чем мы и говорили, да. Редко такое бывает, что. Да. Из-за Урбек Седаков сейчас будет после вот этой схватки на ковреце олимпийский чемпион. Но олимпийского чемпиона мы не имеем права, конечно, пропустить. И все-таки, да, мы попросим режиссера после этой схватки перейти на ковер С. Ну, здесь. История завязка. Хорошо Копрынов держался, да. Ну, мы знали, что Анзор просто так встречу не отдаст. И в любом случае будет до конца бороться. И вот взял два балла и успешно начал делать накат, прием. 9-3. Да, и уже вышел в отрыв. Полторы минуты. У нас до конца встречи. Худиев тоже 8-0 у нас с Жирбаевым. Виктор Жирбаев и Абдулмашид Худиев. Тоже Худиева, кстати, длительное время невидимый на соревнованиях. И вот на Поркина он выступает. Тоже очень перспективный, зрелищный борец. Егор Пономалев чемпион России. Сейчас тренер сборной команды. Секундирует своему земляку. Так, 9-3 пока. 9-3. Ну, уже достаточно долгое время, да. Потому что Анзор за кое-каку шел в защиту и успешно с этим справляется. Ну, видимо, да, это схватка. Если будут еще баллы, то он на контратаке, если подловит. Ну, Капринову надо рисковать 20 секунд. 6 баллов. Это большой отрыв. 20 секунд остается. Будем, начал неплохо, да, Константин? И вторая атака была перспективная. Первый период закончился, в принципе, ну, в его пользу. И, видите, набрал, набрал он. Ну, да, вот это очень такие коварные приемы, да. И с крестной, и накат, да. Когда с одной позиции можно, в общем-то, заработать победу. Ну, Анзор за кое-каку, конечно, был фаворитом этой встречи и заслуженно выиграл. С чем мы его поздравляем, ждем следующей его схватки. А мы сейчас перейдем на коверце, где будет бороться звезда первой величины. Один из лучших борцов мира действующих. Как что? Кому? Кудееву. Да. Абдул-Мажиду. Тоже очень перспективный. Он прям хорошо все заявил, но потом или травма, или что-то. И он долгое время не участвовал на соревнованиях. Ну, здесь вот в республике Саха-Якутия уже опять начал заявлять о себе. Да, великолепно провел эту схватку. Вот я вот успел посмотреть в краем глаза последнее его действие. Очень уверенно забрал победу у крепкого соперника, да? Да. И ждем его тоже в следующих поединках. Ну, и Заурбек Седаков, красный угол ковра. И трибуны здесь взрываются апплодисментами. Заурбек Седаков. Да, олимпийский чемпион, друзья. Двукратный чемпион мира. Северная осетия Алания. И Ханты-Мансийский. Да, параллельный зачет. Вокруг. Его соперник. Да, схватки Заурбека Седакова смотреть одно удовольствие. Так, его соперник. Его соперник. Да, Тимур Николаев. Республика Саха-Якутия. Для него, конечно, тоже большой опыт. В первую очередь, да? С таким борцом побороться, отбороться. Высочайшего класса, да? Да. А Шамиль Мамедов очень быстро выиграл. Что и следовало, в принципе, ожидать, да? Да. Так, все. Пошла у нас встреча. Ну, пока навязываются, вяжутся. Николаев тоже вот ручку отключил. Нет. На лиге под Дубном Заурбек никому даже одного балла не дал взять. Он всех выиграл. С сухим таким счетом. Уверенно, да? Да, уверенно. Всех выиграл. Ну, минуту отборолись. В принципе, Николаев тоже хорошо держится с таким именитым соперником. Ух ты. Да, свой любимый прием. Проход в одну ногу. Хорошо прям делает. Взял плотненько. Будет поднимать. Да, все-таки свои два балла он хочет, да? И оттягивает к центру ковра, чтобы взять два балла, а не один. Чтоб не просто вытолкнуть. Вот пытается посадку сделать. Берет два балла. Так, двойной. Да, Николаев тоже смотрел ручку. Частенько пытается отключить заурбеку Седакову. Ну да, вот он знает тоже его проход. Конечно, пытается защититься. Да, проход просто подготовлено. Вроде минуту сразу не начал делать. Подготовил, увидел. Вот, и прошел. На таком уровне, да, Чубрик? Работает уже. Ну вот, пытается, да, Тимур защититься. Пока, в принципе, можно сказать успешно, потому что первый период, да. 30 секунд остается, а только разница. В принципе, да, можно будет отдышаться. Наставление тренеров выслушать. И попробовать чуть-чуть перестроиться. Второй период начать как-то... По-другому, да? Да, по-другому. Может удивить, попытаться удивить, да, соперника. Ну, в общем, здесь события могут быть совсем очень разными. Но, конечно, мы понимаем, что Заурбек Седаков – это главный фаворит этой весовой категории. И, в принципе, для Николаева вот такое развитие событий тоже, в общем, большой плюс, можно сказать. Защиту свою он показал неплохой стороны тоже. Да, Заурбек Седаков такой парень. Даже вот интервью у него брали перед турниром, и он сказал, что кто лучше готов на турнире, тот и победит. Вот, всегда скромный такой прям, большое уважение к спортсмену прям. Спортсмены, конечно, это всегда пример для людей, и человеческие качества тоже. Спортсмены всегда для болельщиков тоже имеют значение, да, не только то, как что ты пока не говоришь. Хорошо, прошел в ножку, в одну сторону не получалось, загрузил в другую, провернул, два балла забрал. Проход снова. Да, опять так же прошел в ногу, четко под пяточку. Да, здесь уже опасное положение идет. Два балла, четыре ноль. Здесь уже не отпустит, уже все. Плотно взял захват и... С пяточки уже на корпус перешел. Еще катит, ох, как уверенно. Так, какая там уже разница? Шесть ноль у нас. Шесть ноль, да. Ну, кстати, давайте пробежимся по 74 тоже, да? Следующая схватка будет не менее интересная. Тимур Бежоев будет бороться. Джулиан Сильвестров. Да, Краснодарский край выступает параллельный зачет. Ваш родной край. Да, родной край. И получается параллельный зачет у него тоже Кабардино-Балкария идет. Да, 74 давайте пробежимся, да? А, 74 сейчас.